Продолжение следует... 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 Такое повышение предлагается осуществить с разумным переходным периодом по полугода в год. Соответственно, данные требования для мужчин достигнут максимум через 10 лет, а для женщин через 20 лет. Указанные требования автоматически прекращают свое действие, если уволился служащий и указанные лица оставили в вашей названии должности. Соответственно, страховая пенсия, это очень важная мысль законопроекта, будет назначаться в общеустановленном порядке, то есть женщинам после достижения 55, женщинам 60 лет. В этом случае к назначенной страховой пенсии по старости им может назначаться, не дожидаясь наступления в возраст, установленном законопроектом, то есть 65 лет, пенсии за выставлен или ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная нормативно-правовыми актами в связи с замещением служащими соответствующих должностей. Законопроектом также предусматривается сохранная норма для тех служащих, у которых страховая пенсия уже назначена на дату вступления силы данного законопроекта. Им выплата пенсии, безусловно, прекращаться не будет, будет продолжаться. Второе важнейшее положение законопроекта касается правовых условий назначения пенсии за обослугу лет. Так предлагается установить единые основные условия, определяющие право на пенсионное обеспечение как федеральных и государственных служащих, так и гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных. Отмечу, что необходимость установления единых требований и подходов прямо вытекает из законодательства о государственной гражданской службе и муниципальной службе. В этой связи предлагается внести изменение в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении, закрепив в него в качестве основного условия для назначения пенсии за выслугу лет. Всем государственным гражданским и муниципальным служащим наличие стажа государственной и муниципальной службы не меньше, чем 20 лет. И назначение этой пенсии исключительно к страховой пенсии по старости и инвалидности. Для справки отмечу, что в настоящее время единые требования к такому стажу отсутствуют. И он устанавливается в настоящее время каждым субъектом Российской Федерации или органом местного самоуправления самостоятельно, своими актами в диапазоне от 10 до 20 лет. Минимальный стаж в настоящее время, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет для федеральных и государственных служащих, установленный на уровне федерального законодательства, составляет 15 лет. Соответственно, законопроектам предлагается увеличение стажа осуществлять плавно, по полгода в год, с завершением переходного периода, соответственно, к 2026 году. Также в отношении этой позиции предусматриваются сохранные нормы. Так, к лицам, которые уже свои провинционные права сформировали на пенсию за выслугу лет, нормы законопроекта в части увеличения требований к стажу применяться не будут. Не будут также применяться эти нормы и к тем лицам, это прямо написано в законопроекте, которое продолжает осуществлять государственную муниципальную службу, надеясь, что приняв силу законопроекта, уже имеет 20 лет выслуги. Или они имеют 15 лет, но они уже достигли общеустановленного пенсионного возраста и приобрели право на страховую пенсию, соответственно, по старости и инвалидности. Также нормы законопроекта не распространяются на такие категории, как депутаты и другие выборные должности муниципального и регионального уровня. Для справки скажу, что стаж государственной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, не пересматривался с 1999 года. Вместе с тем, например, для права на пенсию за выслугу лет лицам, которые проходят военную службу или приравненные к ним, минимальные выслуги составляют 20 лет. Для статистики я отмечу, что численные служащие, которые имеют минимальный стаж, а это 15 лет для права на пенсию, сегодня составляет 30% от общей численности, имеющих стаж 20 и более лет 20%. Третье важное положение законопроекта. Увеличится с одного года до пяти лет минимальная продолжительность исполнения полномочий депутатов Государственной Думы Российской Федерации и членов Совета Федерации, которая дает право на назначение ежемесячных доплаток страховой пенсии в размере 55% денежного вознаграждения. В максимальном размере, это сегодня 75% денежного вознаграждения, доплата будет производиться после 10 лет исполнения полномочий. В настоящее время минимальная продолжительность составляет один год, дающий право, соответственно, для доплаты по максимуму требуется три года. Также предусмотрены сохранные нормы и для этой позиции. Так, нормы законопроекта не будут применяться к лицам, которые сформировали на день вступления его в силу свои права на назначение ежемесячной доплаток пенсии. Например, если депутат на момент вступления в силу закона уже исполнял полномочия три и более года, или сложил полномочия ранее, или достиг пенсионного возраста, размер доплаты будет исчисляться на этом конкретном примере, исходя из значения 75% денежного вознаграждения. В связи с отсутствием в настоящее время единого нормативно-правового акта, определяющего статус депутатов всех уровней, либо устанавливающих их пенсионное обеспечение, законопроект не затрагивает пенсионного регулирования для депутатов уровня субъектов и уровня муниципального местного самоуправления. Четвёртое важнейшее положение, одно из важных положений законопроекта. Увеличивается предельный срок нахождения на государственные службы федеральных и региональных служащих с 60 до 65 лет. При этом, учитывая, что действующим правовым регулированием уже предусмотрена возможность продления срока нахождения на государственные службы 60 до 65 лет, а в отдельных службах и до 70 лет, законопроектом не устанавливается какой-либо иной подход, а лишь закрепляется возможность нахождения на государственной гражданской службе до 65 лет. Не путём её продления и заключения срочного контракта, как происходит в настоящее время, а её прохождение по бессрочному контракту. Напомню, что в настоящее время всё законодательство муниципальной службы в предельном родственном нахождении на муниципальной службе является 65 лет. Я завершаю отложение положения представленного законопроекта. Уважаемые депутаты Государственной Думы, просьба поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. Присаживайтесь. Со докладом выступает Виктор Алексеевич Казаков, заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Андрей Николаевич очень подробно разъяснил суть законопроекта. И в связи с данной законодательной инициативой Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления считает вполне обоснованной и заслуживающей поддержки идею установления общих, единых для всех уровней федерального, регионального и местного подходов к формированию пенсионных прав лиц, замещающих должности государственной и муниципальной службы. Мы считаем, что может быть поддержана и идея законопроекта о повышении предельного возраста пребывания на государственной службе до 65 лет. Однако некоторые положения законопроекта нуждаются в дополнительном обосновании. В частности, предлагается поэтапное повышение на 5 лет стажа, дающего право на государственное пенсионное обеспечение, а также стажа, дающего право на назначение максимальной пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В то же время пояснительные записки, которые представлены в Комитет, не содержат данных, подтверждающих актуальность подобной новации. Необходимым видится и уточнение экономических показателей законопроекта. При данных, указанных в пояснительной записке, экономия представляется несколько завышенной. Ряд положений законопроекта вызывает у Комитета возражение. Лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, страховая пенсия по старости назначается по возрасту, отличному от других категорий работающих, к примеру, работники прокуратуры и судей. В то же время в законопроекте выпускается, что с назначением пенсии или правом на ее назначение может быть связан целый ряд дополнительных прав в налоговой, жилищной и социальной сфере. Реализация проектируемых норм приведет к тому, что определенная группа граждан будет ограничена в правах по сравнению с остальным населением. Одним из таких прав, зависящих от права на страховую пенсию, является право на применение индивидуального пенсионного коэффициента. У обычного гражданина, если он обращался с назначением пенсии через 5 лет после достижения установленного возраста, его фиксированные выплаты вырастут на 36%, а страховая пенсия вырастет на 45%. Однако в отношении государственных и муниципальных служащих получается, что, продолжая отчислять страховые взносы в пенсионный фонд, право использования этих взносов в данной категории населения оказывается лишена. В соответствии с федеральным законом 400 о страховых пенсиях предусматривается формирование пенсионных прав на страховую пенсию по старости на равных условиях для всех застрахованных. Поэтому, по мнению комитета, предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста в отношении государственных и муниципальных служащих, наряду с установленными в отношении них ограничениями и запретами, приведет к нивелированию социальных гарантий для указанной категории граждан. Кроме того, изменение в законе о страховых пенсиях нуждается в редакционном уточнении с целью повышения ясности и однозначности применяемых формулировок. Необходимо ответить, что представленный законопроект, ужесточая требования по назначению пенсии для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, фактически не затрагивает пенсионного обслуживания лиц, замещающих иные государственные должности Российской Федерации. В такой ситуации избирательное регулирование пенсионных прав только для законодательной ветви власти не может не вызывать возражений. Данным законопроектом не учтено его распространение на народных депутатов России 90-95-го годов, а и для сохранения прав за данной категорией лиц необходимо упомянуть их в переходных положениях рассматриваемого законопроекта. В целом комитет отмечает, что совершенствование социальных гарантий для лиц, находящихся на публичной службе, должно осуществляться комплексом и касаться в равной степени всех видов такой службы, и работа в этом направлении должна вестись не по пути сокращения указанных гарантий, а напротив повышения их эффективности. В частности, если допустить поэтапное повышение возраста для назначения пенсии, то такое повышение может касаться исключительно государственного пенсионного обеспечения, не затрагивая страховую пенсию. В ходе обсуждения над данным законопроектом мы договорились с Минтруда, чтобы в случае принятия данного законопроекта он вступал в действие с 01.01.2017 года. И это будет внесено... Минуту добавь. В качестве поправки ко второму чтению. При условии дальнейшей серьезной доработки законопроекта с учетом замечаний комитета, считаем возможным поддержать принятие данного законопроекта в первом чтении. Спасибо, Виктор Алексеевич. Коллеги, переходим к вопросам. Напоминаю, что сегодня и на формулировку вопроса, и на ответ дается одна минута. Вопрос можно задавать либо докладчику, либо содокладчику. Первый вопрос задает Анатолий Григорьевич Голов, руководитель социал-демократической фракции партии «Яблоко». У меня вопрос к представителю правительства. Скажите, пожалуйста, какая сумма из бюджета идет на выплату пенсий для госслужащих, и какое количество бывших госслужащих получает эту пенсию? Исходя из того, что у нас всего получателей пенсии за выслугу лет в настоящее время в Российской Федерации у нас всего получателей пенсии, которые в базе данных 70 тысяч, из них получают, к сожалению, пенсию за выслугу лет порядка 20%. Соответственно, средний размер пенсии за выслугу лет, а это разница между страховой и пенсией за выслугу лет, 1900 денежные ресурсы составляют около 1 миллиарда рублей. Спасибо. Глотов Сергей Александрович, член Центрального политического совета политической партии «Патриоты России». Добрый день. У меня также вопрос к Андрею Николаевичу. Как развеять все-таки сомнения, которые есть в обществе, говорящие о том, что этот мягкий, плавный механизм через очень короткий срок распространится на всех граждан нашей России? И особенно обидно, конечно, что сегодня будет рассмотрено 65 лет для мужчин, 65 лет для женщин. Вот эта плавность, этот механизм как раз и вызывает главные сомнения при принятии этого закона. Первое. Государственные федеральные служащие и те категории, на которых распространяется данный законопроект, это те лица, в отношении которых сегодня реализуются не только функции при исполнении государственной службы, связанные с правами, а это права на стабильный заработок, право на жилищные субсидии и другие виды материального обеспечения, связанные с представлением социального пакета, но и ограничения существенные. К таковым можно отнести, к этим ограничениям, ограничения занятий иными видами деятельности, и в том числе на то, что эти единственные категории обеспечивают в соответствии с законом декларироваться недоходов и расходов. Соответственно, мы исходим из того, что в данном случае речь возможно вести о предоставлении таких ограничений, наложении таких ограничений на госслужащих на получение иного вида дохода в части, касающейся пенсии, как компенсацию оттраченного заработка. Спасибо. Сурайкин Максим Александрович, председатель Центрального комитета политической партии Коммунисты России. Спасибо. Не могли бы вы дать информацию, проводился ли анализ, сколько бюджету это сэкономит в ближайший год и в динамике, хотя в ближайшие десятилетия, поскольку понятно, что каждый год кто-то выходит на пенсию, кто-то не выходит. И насколько анализировался вопрос все-таки некорректности того, что те, кто уже на госслужбе находятся, когда они на нее приходили, они исходили из тех социальных норм и гарантий, которые им государство декларировало. Сейчас фактически постфактум государство изменяет правила выбора. Спасибо. Вопрос. Безусловно, анализировали. Экономический эффект, как минимум, на однолетнем периоде составляет больше 600 миллионов рублей. То есть он действительно незначительный, но он действительно будет расти во времени, как минимум, на дефлятор впоследствии. И мы, конечно же, анализировали возможности применения таких ограничений. Я просто напомню мысль о том, что впервые изменения производились в отношении стажевых параметров, допустим, сейчас стажик говорит, в 99-м году, и время назрело, мы проводили анализ статистики, я вам показывал эти цифры, повторю их, о том, что у нас в настоящее время больше, чем 30% уже имеет 15-летний стаж. Из нашей логики мы можем поэтапно такое изменение, поэтапно, важно, я вот это отмечаю, с переланным переходным периодом вводить. Спасибо. Спасибо. Бирюков Фёдор Владимирович, членбюро Президиума Политического Совета Политической Партии, Всероссийской Политической Партии Родина. Добрый день. У меня тоже вопрос к Андрею Николаевичу. Не считаете ли вы, что сама постановка вопроса об каких-либо изменениях законодательства в отношении отдельных категорий граждан противоречит 19-й статье Конституции? Спасибо. Нет, не противоречит. Я уже пояснил, почему. Федеральные и другие категории служащих, это те категории служащих, на которых уже сегодня в силу закона наложены такие изъятия и исключения из общих подходов, которые являются такими предидуциальными. Я уже повторюсь, это декларация доходов-расходов, это запрет на занятие иных идут деятельности. Поэтому это не дискриминация по какому-либо признакам, это одно из видов ограничений. В частности, это ограничение касается получения иного вида дохода. А пенсия – это тоже доход. Не нарушается Конституция с нашей точки зрения. Спасибо. Шейхуддинов Рифат Габдулхакович, председатель политической партии «Гражданская платформа». Также вопрос представителю правительства. Скажите, как оценивалось последствия введения этого закона для рынка труда? Потому что получается, что тот же принцип был использован, например, в Европе, повышая постепенно продолжительность вступления в пенсионный возраст. Это приводило к тому, что остановка социальных лифтов для молодежи увеличивалась, объем безработицы для молодежи, что, соответственно, дальше ведет к увеличению для кого-то возраста студенчества, для кого-то, соответственно, в негативные последствия наркомания, хулиганство, бандитизм и так далее. Спасибо за вопрос. Безусловно, мы оценку проводили, но я хотел бы отметить, что в данном случае мы в рамках данного законопроекта не ведем речь о повышении пенсионного возраста в целом для всех когорт граждан Российской Федерации. Речь идет о конкретно узкой категории. В настоящее время в Российской Федерации около 1100 служащих всех уровней. 560 федерального уровня, 220 регионального уровня и около 350, если не ошибаюсь, муниципального уровня. Соответственно, в отношении этих когорт мы проводили исследования. У нас есть статистика вся, которая делит по признаку возраста, по признаку стажа этих когорт. Мы исходим из того, что мы не будем терять высококвалифицированные кадры, исходя из этого, потому что сегодня такие правила, которые позволяют им оставаться в строю, исполнять свои полномочия, несмотря на те предложения, которые мы предложили. Спасибо. Смирнов Вячеслав Николаевич, председатель Центрального совета политической партии «Союз граждан». У меня вопрос представителю правительства. Не получается ли так, что, с одной стороны, министерство говорит об экономии и необходимости экономии средств, называет сумму, как Вы сейчас назвали, в 600 миллионов рублей. А с другой стороны, мы постоянно видим в прессе публикации о том, и за этот год в том числе, что региональные пенсионные фонды строят свои региональные дворцы по 180-220 миллионов рублей. Не получается ли так, что одна рука экономит, а другая рука транжирит эти же средства? Спасибо за вопрос. Прямого отношения он не имеет к законопроекту. Но я отвечу, что, если коротко, о том, что мы установили жесточайшие требования для федерально-государственных небюджетных фондов в отношении расходов на строительство, на ремонт. И могу отметить, что счётная палата также проверяет эти расходы и уверен в том, что не допускаются такие случаи, когда возводятся здания за те суммы, которые Вы сказали. И, соответственно, с моей точки зрения, мы вместе через надзор, через контроль сможем такие случаи предотвращать. Спасибо. Спасибо. Константинов Николай Николаевич, председатель политической партии, казачьей партии Российской Федерации. Уважаемый Антон Николаевич, у меня вопрос в связи с обсуждением данного закона. Многие государственные служащие, которых уже предпенсионного возраста, достаточно массово начинают думать о том, чтобы покинуть свои места. Проводился ли анализ масштаба этого бедствия? Не окажемся ли мы уже в 2016 году без большого количества профессиональных работников? Спасибо большое за вопрос. Я хотел сказать, что, да, повторюсь, мы такой анализ проводили. Анализ основывается на данных о том, какие стажевые параметры есть уже в настоящее время, занимающих свои должности муниципальные, субъектовые и государственные служащие. Он показывает, что квалифицированные сотрудники в настоящее время уже имеют более высокий стаж. Мы сохранные нормы предусмотрели для того, чтобы этих людей закрепить. Я их повторю, это 20 лет, кто имеет. На них норма не распространяется. Для тех, кто имеет 15 лет выслуги и имеет возраст выхода на пенсию, на них это правило, норма законодательная тоже не распространяется. Поэтому рисков утечки кадров мы не видим. Спасибо. Хавраева Галина Фёдоровна, председатель Общероссийской политической партии «Народная партия за женщин России». Андрей Николаевич, у меня вопрос к вам. Говоря о повышении пенсионного возраста, премьер Дмитрий Медведев попросил своих коллег не торопиться и не опаздывать одновременно. Как вы считаете, мы сейчас опаздываем или скорее торопимся? Спасибо за вопрос. Первое. Тот комментарий, о котором мы сейчас говорим, касался относительно повышения пенсионного возраста для всех категорий пенсионеров. Мы в отношении федеральных и других категорий служащих этот законопроект подробно обсуждали на площадках правительства, на общественных площадках. И отмечу, что мы с ним, с нашей точки зрения, не торопимся, он своевременный. Мы смогли договориться о тех переходных положениях, которые закреплены в законопроекте. Что касается вопроса в целом о повышении пенсионного роста, то он большой, объемный. Я за минуту на него не смогу ответить. Но скажу, что решаться он с кондачка не будет. У нас есть соответствующие поручения только после серьезных аналитических исследований. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, а изучался ли опыт иностранных государств, где и когда проводились подобные изменения законодательства с учетом средней продолжительности жизни? Конечно, изучался. Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы сегодня серьезные аналитические исследования проводим по этому поводу. В соответствии с основными направлениями деятельности правительства до 2018 года нам дано прямое поручение осуществить такие исследования. Мы запросили ведущие институты Российской Федерации, такие как РАНГ, такие как Высшая школа экономики, институты труда, ну и другие, Плехановку, все ведущие институты, с целью, чтобы они нам представили свои расчеты, обоснования, в том числе и зарубежный опыт. Конечно же, мы попросили и исследовали. И могу сказать, что мы видим и знаем, на каких условиях осуществлялось, при каких условиях продолжительности жизни переход к более высокому выросту. Могу сказать, что мы одна страна, в которой в одной из немногих такой возраст сохранился. Это совершенно точно. У меня есть полная статистика по многим странам развитого. Спасибо. Решульский Сергей Николаевич, фракция КПРФ. Да, спасибо. Ну, о конституционности или неконституционности данного законопроекта уже задавали вопросы. Этот законопроект вводит разные условия социальных пенсионных гарантий. У меня вообще-то конкретный вопрос по статье 7, Андрей Николаевич. Вот Виктор Алексеевич так кратко упомянул в своем хорошем докладе об этом. По какой причине все-таки из статьи 7 выпала такая категория пенсионеров, как народные депутаты РСФСР 90-95 годов созыва, являющиеся членами Верховного Совета Российской Федерации? И готовы ли вы поддержать эту поправку о внесении именно этой категории в статью 7 того законопроекта, который вы предложили? И, кстати, это вопросы к Виктору Алексеевичу. Комитет готов это все исправить? Или это сделано умышленно, специально? Сегодня поговорили и забыли про этих уважаемых людей. Спасибо. Семенович, спасибо за вопрос. Отвечу коротко. Мы такую поправку поддержим. Сделано это несознательно, в том смысле, что мы исходили, что это можно будет делать на уровне подзаконных актов. Но все-таки изучение дополнительное и на площадке Думы к первому чтению показалось, что лучше это сделать на уровне законодательного акта. Поэтому мы эту поправку поддержим. Спасибо. Включите микрофон Виктора Алексеевича Казакова. А если такое решение будет принято, комитет, естественно, поддержит его. Спасибо. Сверхунова Маргарита Николаевна, фракция ЛДПР. Спасибо. Вопрос Андрею Николаевичу. Вы хотя и на ответ на один из вопросов сказали, что данный законопроект не нарушает конституционные права отдельной категории граждан. Хотела бы обратить ваше внимание на статью 55 Конституции, где говорится, что в Российской Федерации не вправе издаваться законы, нарушающие права граждан Российской Федерации. Статью 38, которая гласит о том, что государство гарантирует, скажем, социальное обеспечение по вопросу независимо от места работы. К тому же был ряд решений Конституционного суда по данному вопросу, которые тоже как бы высказывались позиции, что действительно не могут нарушаться конституционные права отдельной категории граждан. Поэтому к вам конкретный вопрос. Почему вы считаете, что правительство Российской Федерации вправе ущемлять конституционные права отдельной категории граждан Российской Федерации? Спасибо. Спасибо, Марьяна Николаевна. Первое. В соответствии с законом о страховых пенсиях, я постараюсь процитировать, пенсия – это компенсация утраченного заработка. Ну, дальше там с развитием по тексту этого понятия. Учитывая, что те категории, о которых мы с вами говорим, осуществляют исполнение полномочий или федеральной государственной службы, или государственной службы субъекта Российской Федерации, или муниципальной, имеют стабильный доход, имеют заработок, из этих соображений мы и сходим, говоря о том, что нет нарушения Конституции, поскольку у этих прав есть доход, который позволяет им в силу исполнения, иметь их полномочий государственных, иметь соответствующий доход. В общем, немножко тавтология получилась, извините. Спасибо. Яшин Михаил Евгеньевич, фракция «Единая Россия». Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Андрей Николаевич, пенсионный возраст лиц, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии, северяне, досрочники и другие категории граждан, увеличен по отношению к иным лицам, что ставит их в худшее положение. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Спасибо за вопрос. Он действительно такой системный. Скажу, что мы оценивали эту позицию при подготовке законопроекта и хотел бы обратить внимание на то, что мы действительно предусмотрели возможность, когда для тех лиц, которые имеют возможность выйти на пенсию в более раннем возрасте, ну, допустим, пример, когда это муниципальные служащие, которые работают на севере, мы предусмотрели, что норма сохранная остаётся. То есть возраст выхода на пенсию будет с учётом льготы. Грубо говоря, если это 15 лет на крайнем севере, то минус 5 лет. Не 65, а 60, соответственно. Ну и так далее. Спасибо. Спасибо. Нилов Олег Анатольевич, фракция «Справедливая Россия». Андрей Николаевич, дайте, пожалуйста, справочку, какого количества потенциальных пенсионеров коснётся этот законопроект, ну, по годам, если есть. И вот ещё один конкретный вопрос. В случае выхода на пенсию по инвалидности, будут ли предложенные, значит, вот вами новеллы действовать? И для каких, может быть, инвалидов это будет действовать, для каких не будет распространено? Спасибо. С точки зрения пенсионеров, я уже в своём выступлении ещё раз эту мысль хочу акцентировать. Сказал, что сохранная норма говорит о следующем, что если гражданам уже пенсия страховая назначена, то их право не пересматривается. Мы выплату пенсии не прекращаем ни одной из категорий, независимо от того, исполняет он полномочия федеральной госслужбы или другой службы, или не исполняет. Это первый принцип. Второе, по статистике я уже называл цифры, в Российской Федерации более миллиона ста служащих различного уровня. И ещё один вопрос был. Инвалиды. По инвалидам я уже сказал, что мы никаких изъятий не предусматриваем. И сегодня такое правило есть, когда пенсии по выслугу лет предоставляются только после того, когда гражданин уже оставил государственную федеральную службу. То есть пенсии за выслугу лет и сегодня не платятся, если человек не оставил в седеральную государственную службу. Спасибо. Коллеги, переходим ко второму кругу вопросов. Буду короче представлять коллег наших. Голов Анатолий Григорьевич, партия Яблоко. Скажите, пожалуйста, в финансово-экономическом обосновании Вы чётко раскрываете цель этого законопроекта – уменьшить расходы пенсионного фонда. Почему же Вы не предлагаете тогда установить пенсионный возраст лет 80? Тогда вообще пенсионеру госслужащих не будет. Представляете, какая будет экономия у пенсионного фонда? Спасибо за вопрос. Он носит такой немножко риторический характер. Нельзя не все у каких причин установить. Мы знаем о том, какая продолжительность жизни в Российской Федерации. Мы знаем, какой период нахождения на пенсии граждан Российской Федерации. Они известны цифры. В частности, на последнем акцент сделаю 21,5 год в Российской Федерации. Подложительность получения выплаты пенсии. Это на самом деле самая важная и актуальная цифра, которая нужна для этого вопроса. Конечно же, такого не будет. В принципе, и даже при потенциально возможном будущем обсуждении, которое мы сегодня ведем на наших площадках, в частности, на общественном совете Минтруда, на других экспортных площадках, ни разу никогда не обсуждался тот радикальный подход, которого сейчас изложили. Ни разу. Спасибо. Глотов Сергей Александрович, партия Патриота России. Мой вопрос к Виктору Алексеевичу. Виктор Алексеевич, вот Вы в своем выступлении перечислили очень много технико-юридических замечаний по данному законопроекту. Это, наверное, серьезные замечания. Может быть, они когда-то и будут устранены. Но вопрос политического свойства. Ведь это кадровый застой. Ведь это нарушение Конституции, связанное с доступом к государственной муниципальной службе. Как комитет к этому относится? Спасибо. Депутат Казакова, включите микрофон. Ну, Вы, наверное, в какой-то части правы. Но сегодняшняя демографическая ситуация и ситуация с кадрами говорит о том, что задерживание специалистов высокой квалификации государственной службы, она просто необходима для того, чтобы пережить этот переходный период и научить молодежь как следует работать. Поэтому в этом плане у меня нет никакого опасения. ДОКомитет тоже, что эти люди, которые останутся на более долгий срок работать в государственной службе и муниципальной службе, будут полезны. Спасибо. Сурайкин Максим Александрович, Партия коммунистов России. Спасибо. Все-таки крайне волнуют права этих граждан. И не проводился ли Вами анализ по средней продолжительности жизни именно этой категории, которая затронет? Потому что мы знаем, скажем, по общей продолжительности жизни у нас у мужчин около 60-65. То есть подавляющее число мужчин вообще эту пенсию никогда не получат. Соответственно вопрос по гражданам, которых затронет, это поправка, этот законопроект, сколько из них вообще доживут до этой пенсии? И второе, куда планируется использовать эти средства, сэкономленные все-таки не в общем, а есть ли конкретно задачи, куда пенсионный фонд их направит? Спасибо. Отвечу с последнего вопроса. Коротко. Денежные средства, которые будут высвобождены в связи с тем, что часть граждан не выйдет на страховую пенсию, имеется в виду служащих, будут направлены на повышение пенсии. То есть мы не предусмотрим, что это будет сокращаться, трансфер федерального бюджета напрямую, поскольку эти расходы формируются за счет средств пенсионного фонда. Что касается статистики и оценки наших, я скажу вот такую цифру, что, согласно стаданам, в 2013 году по сравнению с 2015 годом количество 60-летних мужчин, доживших до 65 лет, из каждых 100 тысяч увеличилось на 36%, до 70 на 47, до 75 на 62, до 80 на 84. Соответственно, вот такие цифры. Это объективные… Спасибо. Спасибо. Бирюков Фёдор Владимирович, Партия Родина. Андрей Николаевич, не считаете ли Вы, что в принципе постановка вопроса об урезании социальных гарантий так или иначе порочна для социального государства, каким по конституции является Российская Федерация? Спасибо. Спасибо. Я считаю, что подход к социальным гарантиям должен быть адресным и по принципу нуждаемости. В данном конкретном случае, применительно к служащим, о которых мы сегодня говорим, мы считаем, что данная социальная гарантия должна реализовываться при тех условиях, которые выписаны в данном законопроекте, чтобы подчеркивать адресность и нуждаемость. Я уже несколько раз говорил о том, что у нас служащие находятся с особой категорией прав, тот, у которых нет обычных застрахованных лиц. Поэтому в этом случае нарушение Конституции мы не усматриваем. Спасибо. Шейхуддинов Рихард Габдулхакович, партия «Гражданская платформа». Известно, что в условиях экономического кризиса хорошие правительства, они наращивают объемы производства и рабочие места, а плохие правительства увеличивают издержки и накапливают, ну и залазят в накопление граждан. Вот понятно, что есть большое искушение взять и залезть в накопление граждан, в пенсионные накопления. Не готовит ли правительство следующую часть по другим категориям граждан для повышения пенсионного возраста? Пенсионное накопление залезать не планирует. А что касается будущих планов, то я уже озвучил, в соответствии с основными направлениями деятельности правительства до 2018 года, мне трудно поручено провести тщательные исследования, актуарные, аналитические, провести обсуждение со всеми общественными институтами вопроса возможности пенсионного возраста в целом для граждан всей Российской Федерации. И я могу сказать, что мы торопиться не будем однозначно. Позиция нашего ведомства, она известна, я в стенах Государственной Думы тоже ее озвучивал. Мы не предполагаем делать решения, которые вызовут социальное напряжение в обществе. Спасибо. Смирнов Вячеслав Николаевич, партия «Союз горожан». В свое время некоторые эксперты заявляли, что разница в пенсионном возрасте у мужчин и женщин является определенной дискриминацией по отношению к женщинам, потому что к своему пенсионному возрасту они только занимают определенные высокие ставки головных бухгалтеров и так далее, и их выгоняют, что называется, на пенсию. Судя по вот этим поправкам и законодательству, позиция министерства стремится к тому, чтобы выровнять пенсионный возраст мужчин и женщин. Будет ли это распространяться на другие категории граждан? Будет ли распространяться на другие категории граждан, это вместе с вами будем обсуждать и решать. А что касается подхода, который в законопроекте изложен, то напомню, он касается служащих. А у нас есть общие принципы службы как государственной, федерального уровня, так и субъектовой, муниципальной. Он подразумевает, что изъятий в отношении лиц, исполняющих полномочия по этой службе, не должно быть ни по обязанности, ни по полномочиям, ни по, в том числе, признаку пола. Поэтому в этом конкретном законопроекте мы принцип этот соблюли. Я напомню, что у нас на всякий случай, я могу сказать, допустим, если пример привести в отношении исполнения обязанностей военной службы, то там тоже нет дифференциации по признаку пола. Выходят на пенсию одинаково, так же, как с такой же выслугой и мужчины, и женщины. Ну и можно другие массы примеров предъявить, в суде, в прокуратурах, где одинаковый ворус. То есть, а как будет для всех, будем обсуждать с вами. Спасибо. Константинов Николай Николаевич, Казачья партия Российской Федерации. Уважаемый Андрей Николаевич, принятие закона, как следствие, будет сохранение на рабочих местах достаточно большого количества государственных служащих. Есть ли у правительства в проработке нормативно-правовые акты, которые призваны повысить качество этой работы? Да, спасибо за вопрос. Безусловно, есть. Я не буду перечислять все, в том числе есть и мысли о том, как материальное стимулирование усовершенствовать отношения этих категорий граждан. Это не как срочные меры, это меры среднесрочного характера. И мы видим, что даже в этом законопроекте ведь есть баланс, ведь даже сегодня прозвучали, был упрёк в том, что останутся на государственной службе, и в то же время был обратно упрёк, что начнут уходить с государственной службы, с таких более жестоких, жестких требований, которые мы предъявляем данным законопроектом. Поэтому этот баланс с нашей точки зрения не нарушается, он сохраняется. Опытные останутся, молодые идут не за пенсию на госслужбу, они идут работать на государство. Спасибо. Хавраева Галина Фёдоровна, Народная партия за женщин России. Андрей Николаевич, у меня вопрос к Вам. Пользуясь возможностью, что Вы так рядышком близко со мной стоите, не могу не задать Вам вопрос. Вот предполагается, что в будущем году пенсии будут проиндексированы на 4%. А вот как Вы считаете, этого достаточно? Ведь инфляция у нас к концу года уже разогналась до 13%. Спасибо за вопрос. К законопроекту никакого отношения не имеет, правда. Но я сейчас не упрёк это Вам даю. Я скажу, что в соответствии с тем законом, который был одобрен на Государственную Думу, внесённую на Центр Федерации, предполагается проведение второй индексации. Да, не определена дата, да, не определён срок, но то, что второй этап прописан прямо в законе, через норму императивную, исходя из возможностей бюджетной системы, исходя из состояния экономики, предполагается осуществление второго этапа индексации в следующем году. Это прямо написано в законе. Он уже одобрен думой. Спасибо. Семерякова Елена Геннадьевна, партия «Женский диалог». Андрей Николаевич, у 80%... Микрофону поближе. У 80% федеральных государственных гражданских служащих при выходе на пенсии по выслуге лет, её размер не превышает размера страховой пенсии. Скажите, пожалуйста, как отразится принятие законопроекта на этих показателях, и насколько вырастет размер пенсии за выслугу лет? Спасибо за вопрос. Могу сказать, что цели изменения размера пенсии за выслугу лет, безусловно, не преследуют. Я только могу сказать, что, учитывая, что увеличивается продавательный стаж, который требуется для того, чтобы выйти на пенсию за выслугу лет, приблизительно такой же баланс останется, то есть по размеру. Но мы видим, что в целом эту систему... Мы сейчас даём толчок, мы только первый шаг делаем, что в перспективе, наверное, надо менять саму систему действительно пенсионного обеспечения федеральных государственных службовщих, потому что вы абсолютно правильную цифру назвали, 80% федеральных государственных службок такую пенсию не получают. У них размер страховой пенсии выше, чем пенсия за выслугу лет. Спасибо за вопрос. Спасибо. Куликов Александр Дмитриевич, фракция КПРФ. Спасибо, Иван Иванович. Я ещё раз хочу для стенограммы попросить представителя правительства ответить на вопрос, значит, означает ли, что, повышая порог пенсионного возраста, вы правительству даёте старт последующего повышения пенсионного возраста для всех граждан Российской Федерации? И означает ли это, что вы фактически признаёте, что современная модель государства, реализованная в течение последних 15 лет президентом, политической командой его и правящей партией, не способна обеспечить без подобных инквизиционных мер достойные условия жизни, пенсии и зарплат наших граждан? Спасибо за вопрос. На грамм отвечаю. Нет не означает. Я назвал причины, по которым предусматривается изменение условий права выхода на пенсию как за выслуживание для страховых пенсий для служащих, вышеназванных мной. Это не означает никаких других иных знаков. Это законопроект конкретно об этой категории, а то, что в обществе обсуждается сегодня вопрос о повышении пенсионного возраста, это ни для кого не является никаким секретом. Уже, позвольте повториться, в соответствии с основными направлениями деятельности правительства мы этим вопросом занимаемся, но у нас нет никаких установок на то, чтобы это сделать быстро, некачественно. Мы будем проводить серьёзные по этому поводу аналитические исследования. Только когда увидим, какой баланс трудовых ресурсов, какая инвалидизация населения Российской Федерации, то тогда к этому вопросу будем вместе с вами подбираться. Спасибо. Спасибо. Щепинов Максим Александрович, фракция ЛДПР. Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос к Андрею Николаевичу. Уважаемый Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот проводились ли какие-либо обсуждения, круглые столы по данной теме именно в регионах и в муниципалитетах с участием как раз вот этих государственных служащих и муниципальных служащих, где, когда, какие выводы, учитывая, что, по сути дела, все эти люди являются либо членами, либо сторонниками правящей партии? И еще один момент. Как вы считаете, не ущемляют ли права граждан по профессиональному признаку этот законопроект? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ответ на последний вопрос, я уже отвечал, не ущемляет из тех как раз оснований, что Федеральная государственная служба и другая служба подразумевает наложение на лица ее исполняющих ограничений, в том числе это ограничение с точки зрения Конституции является допустимым, с точки зрения. Что касается обсуждения, то Министерство труда является тем органом, который осуществляет процедуры законодательные методологические обеспечения Федеральной государственной службы. На нашей площадке Минтруда такие обсуждения проводились, дат я вам назвать не смогу. Что касается уровня субъектово-муниципального, могу сказать, что мы эти площадки, я вам не назову конкретно, я в них не участвовал, но отмечу, что в настоящее время приходит значительное количество отзывов со стороны субъектов Российской Федерации, мы готовы будем между первым и вторым чтением такие обсуждения организовать, учитывая сегодняшнее рассмотрение на площадке Государственной Думы уже этого законопроекта, и доложим вам о этих результатах. Спасибо. Спасибо. Соколова Ирина Валерьевна, фракция «Единая Россия». Уважаемый Андрей Николаевич, законопроектно предлагается для государственных и муниципальных служащих повышать возраст выхода на страховую пенсию поэтапно по полгода в год. При этом предельный возраст пребывания на государственной службе предлагается увеличить до 65 лет одномоментно. В этой связи вопрос, каким образом такое одномоментное увеличение предельного возраста пребывания на государственной службе соотносится с поэтапным повышением возраста выхода на страховую пенсию? Спасибо за вопрос, Ирина Валерьевна. Отмечу, что предельный возраст находения на государственной службе – это право служащего, оно ничем не обусловлено, но кроме того, что у нас в принципе уже сегодня есть норма, которая позволяет, если руководство, которое в отношении этого служащего дает возможность ему исполнять полномочия, заключает срочный контракт, и сегодня такое право есть – заключить срочный контракт. И, как я уже назвал в цифрах, у нас сегодня уже больше 80% как минимум на федеральном уровне продолжает исполнять эти полномочия. Соответственно, мы нормы этого законопроекта, ее не синхронизируем, безусловно, потому что прямого отношения к этапности повышения пенсионного возраста этот предельный возраст не имеет, устанавливаем мы его кратно, и, соответственно, все эти лица, которые сегодня на срочные контракты получают право исполнять эти обязанности на постоянной основе. То есть прямой зависимости между этими двумя условиями мы не имеем. Спасибо. Спасибо. Шудегов Виктор Евграфович, пракция «Справедливая Россия». Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос к основному докладчику Андрею Николаевичу. Региональные и муниципальные чиновники устанавливают себе пенсию в своих подконтрольных законодательных органах как правило в размере 90% от суммарного заработка, в отличие от федеральных органов, где-то 75%, от ежемесячного денежного вознаграждения. В результате у губернаторов, ну или у других руководителей, в частности, законодательных органов власти, пенсия может быть выше, чем заработная плата у президента Российской Федерации. У меня вопрос. Собираетесь ли вы привести всю систему пенсионную на основе федерального законодательства, чтобы это касалось и регионов, и муниципалитетов? Спасибо большое за этот системный вопрос. Действительно, этим законопроектом мы этот вопрос пока не решаем. Но мы планируем к этому вопросу подойти, и мы усматриваем, что необходимо в среднесрочной перспективе действительно подойти к вопросу, который позволял бы установить единственные пенсионные условия не только для стажевых параметров, но и в том числе для параметров, связанных с размерами выплат, о которых вы называли. Такие действительно подходы есть. К сожалению, в настоящее время на территории Российской Федерации единого права регулирования для уровня субъектового и муниципального в отношении размеров не предусматривается. Мы действительно будем этим заниматься, и такой проект планируем разработать. Спасибо. Спасибо, коллеги. Переходим к поступлениям. Сначала будут выступать представители непарламентских партий. Регламент три минуты, напоминаю. Первым выступает Анатолий Григорьевич Голов, партия «Яблоко». Ну и для сведения, здесь табло стоит на трибуне, можно следить за временем. Коллеги, пока прошу не запускать микрофон. Я информирую депутата и всех присутствующих, что у нас на гостевом балконе присутствуют представители еще 19 политических партий. Пожалуйста, Анатолий Григорьевич. Господа депутаты, партия «Яблоко» выступает категорически против принятия этого законопроекта. Мы считаем, что и законопроект, и сама система отдельных пенсий для государственных служащих противоречит Конституции. В нарушении Конституции в России три пенсионные системы. Для обычных людей, для людей государевых и для вас, господа депутаты. Мы требуем, ликвидируйте две последние системы, для депутатов и для госслужащих. Для них вы сделали отдельную систему, понятную и простую. 3% от заработной платы за каждый год госслужбы, когда они набрали соответствующий стаж. Все просто и понятно. В результате 20 лет отработал 60% от заработка. А у обычного пенсионера, дай бог, 30-35%. Учитывая эту разницу в размере, правительство и предлагает начать повышение пенсионного возраста с них. Это пробный камень. Мы, вот мы какие, бьем своих, чужие бояться будут. Это нарушение Конституции, дискриминация по роду работы. А всех остальных вы заставили зарабатывать какие-то непонятные баллы. И теперь еще начинаете повышение пенсионного возраста. Не понимая, как формируется пенсия, не рассчитывая дожить на нее, работник идет на сговор с заработодателем. В результате до 50% заработной платы в стране выплачивается по-черному. Почти 3 работоспособных граждан не платят ничего в пенсионный фонд. В таких условиях не может быть нормальных пенсий. Понятно, почему правительство предлагает повышение пенсионного возраста. Будет меньше пенсионеров и больше работников. Будет больше дохода пенсионного фонда. Я уже говорил, повысить до 80 лет пенсионеров вообще не будет. Это, видимо, мечта нашего правительства. Мы считаем, что недопустимо повышать пенсионный возраст, пока будет непонятная работникам заработная пенсионная система, полузадушенная экономика, задавленная налогами бизнес и недееспособная в трудовой сфере государство. Правительство декларирует две цели. Достойные пенсии и сбалансированность бюджета пенсионного фонда. Реально делается все, чтобы именно пенсионеры заплатили за кризис. Если правительство не может раскрутить экономику в такой богатой стране, как Россия, отправьте его в отставку. Взносы в пенсионный фонд. Это часть заработной платы и работника. Отложенные выплаты. Узаконьте простую и понятную систему для пенсионеров. Вместо этого вы принимаете законопроект об отмене индексации пенсии для работающих пенсионеров, забивая еще один гвоздь в крышку гроба пенсионной системы. После этого пенсионер придет к работодателю и скажет, плати мне по-черному, не нужна мне твоя трудовая книжка. Если у бассейна дырявый фундамент и вода вытекает через щели, пожалуйста, бессмысленно поднимать борта. Спасибо, Анатолий Григорьевич. Выступает Глотов Сергей Александрович, партия Патриота России. Уважаемый Иван Иванович, уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, вот 10 лет назад вместе с вами в этом здании, борясь за возрождение Министерства труда, вы помните, его не было, в голову не могло бы прийти, что мы сегодня будем рассматривать подобного рода законопроект. Зачем? Зачем? Экономия мизерная, потрясение значительное. 1 миллион человек задействован в этой драме жизненной, которая развернется. Кадровый застоя, о котором говорят, его не будет, на самом деле он будет. И интересно, возникает еще целая серия вопросов. А что эта служба государственная, гражданская или муниципальная служба, так легка, что надо 65 лет находиться на этой службе? Понимаете? Нет в обществе ответа на этот вопрос. Кстати говоря, президент вчера сказал, что он не определился во второй части этой драмы, которая наступит тогда, когда этот очень тонкий, хорошо продуманный, надежно в будущем внедряемый механизм плавного перехода к 65 годам будет отработан на государственных служащих и, конечно, будет распространяться, надо полагать, на все наше население. Давайте задумаемся над простой вещью. 63 года живет мужчина, идет к 65. Ну, женщина, да, 75. 75, бедолажка наша, да, женщина, которая несет на себе всю массу этих проблем, которые есть в государстве, обществе, семье, да. И им тоже говорят 65. Ну, понятно, что ухудшается правовое положение граждан, да. Понятно, что нарушается, да, доступ и эта преемственность, о которой говорят в государственной службе, да. А самое главное, да, Андрей Николаевич, вот думая, да, 10 лет назад и сейчас, не по ложному ли следу мы идем, товарищи, да, господа, не по ложному ли следу, может быть, заняться 37-43 миллионами человек, которые находятся в тени, о чем уже говорили, пополним давайте этот бюджет, да, давайте мы их поставим на учет в пенсионный фонд, давайте они будут ставить налоговую инспекцию, давайте дадим им работу, давайте вспомним о 4 миллионах рабочих мест, которые готовятся якобы для инвалидов, да, и тогда мы забудем об этих 65 годах, тогда мы поймем, да, чем надо заниматься, и региональный компонент, ну, все уже устали, слушайте, от потрясений, которые нам каждый месяц практически приносят региональные власти, этого арестовали, того задержали, у этого пенсия там, да, себе что-то увеличил, ну, давайте здесь наведем порядок, партия против, политическая партия, патриоты России против этого, да, если хотите, отложите, да, президент неопределённый. Спасибо, Сергей Александрович. Выступает Сурайкин Максим Александрович, партия коммунистов России. Спасибо, уважаемые товарищи, уважаемые депутаты Государственной Думы. Этот вопрос, который мы обсуждаем, он остросоциален, и он понятен каждому гражданину. Если мы пойдем этим путем, то повышение общего пенсионного возраста, оно не за горами. Вы можете выйти на улицу, спросить любого гражданина, да, за ли он повышение пенсионного возраста чиновникам. Он скажет, наверное, да, потому что вы знаете, какое отношение массовое у нас к чиновникам в народе. Ну и тот же гражданин скажет, что это первый шаг к повышению общего пенсионного возраста. А этот вопрос интересует каждого гражданина. Тут уже много говорилось, и это правда. У нас в среднем возрасте у мужчин 60 с небольшим лет. То есть мужское население, по факту, вообще не получает пенсию, и никогда её не получит, если говорить о среднестатистическом мужчине. Слава Богу, женщины чуть больше живут. Поэтому этот законопроект, как первый шаг к этой реформе, нельзя принимать. Это вызовет такой взрыв в обществе. Сейчас общество не верит государству. Я вам могу сказать, что огромный мой опыт общения с руководителями предприятий говорит о том, что люди приходят прямо к директорам и говорят, нам не нужно вашей белой зарплаты. Вы эти налоги нам дайте сейчас. Мы готовы с вами не платить ничего этому государству. Почему? Потому что они не верят в эту пенсию, что, во-первых, её дадут, а во-вторых, что на неё можно жить. Поэтому то, что мы сейчас сэкономим 600 миллионов рублей, смыходборная сумма для бюджета для пенсионного возраста, приведёт ещё к худшей психологической ситуации. Мы должны думать о том, как наполнить бюджет, как сделать так, чтобы люди поверили и начали и предприятия, и работники заботятся об этих выплатах в пенсионный фонд. Тут правильно говорилось, порядка 40 миллионов людей ничего не платят. А те, которые платят, имеют зарплату 5 тысяч официальную и 35 тысяч в конверте. И мы все об этом знаем. Два года назад мы уже обсуждали пенсионную реформу. И тогда мы предлагали, что давайте рассмотрим другую систему обеспечения, сохранения этих средств. Давайте обеспечим золотом пенсионное накопление. Когда у каждого пенсионера будет свой золотой парашют, человек будет знать, что золото они украдут и не девальвируют. Это конкретно его будущее, его обеспеченная пенсия. Второе. Мы прекрасно знаем тоже, куда ушли деньги в 90-е. Как они были выведены из народного хозяйства и отобраны у народа. Но если не хватает воли у власти пересмотреть итоги дискриминационной приватизации и национализировать национальное достояние, давайте хотя бы частично поможем пенсионерам, сделаем пенсионный налог на недородобывающие предприятия, чтобы вся прибыль, которая в ближайшие 10 лет пойдет, пересчиталась в пенсионный фонд на поддержку и решение этих задач. И последнее. Это настолько важные социальные права, что они должны быть внесены в Конституцию. Мы предлагаем рассмотреть вариант конституционного закона. Спасибо, Максим Александрович. Выступает Бирюков Фёдор Владимирович. Партия Родина. Уважаемые коллеги, Партия Родина не поддерживает принятие закона о повышении пенсионного возраста как отдельным категориям граждан, в частности чиновникам, так и в целом эту идею повышения пенсионного возраста для граждан России. В первую очередь потому, что сегодня не то время, не время сегодня срезать социальные гарантии. Это в принципе порочно, это в принципе нехорошо, тем более, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, день, который мы недавно отмечали, Российская Федерация является социальным государством. Но что это такое до сих пор не определено. Зато каждый день мы слышим о том, что те или иные социальные права урезаются, урезаются ради экономии, урезаются ради якобы создания новых условий и так далее. Что такое пенсионный возраст? Что такое пенсия? Это возможность человеку реализовать во многом те свои права, те бытийные права, которые невозможно реализовать в рабочем состоянии. Мы говорим сегодня о необходимости борьбы за семейные ценности, о поднятии института, семье, развитии института, семьи и в то же время начинаем процесс повышения пенсионного возраста. То есть лишаем миллионы бабушек и дедушек заняться, собственно, этой семьей, заняться своими внуками. Это противоречит и концепции семейной политики России. Это противоречит и словам президента. И, кстати, вчера на пресс-конференции президент еще раз сказал, что он против повышения пенсионного возраста и в целом не до конца понимает целесообразность. Кроме того, считает, что повышение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан это, безусловно, первый шаг ко всеобщему этому процессу. Сегодня, когда экономика находится в кризисе, когда действительно существует масса проблем, которые необходимо решать в первую очередь, в частности, переориентации законотворческой деятельности на поддержку и развитие реального сектора экономики, на выведение работников и работодателей в белый сектор из серых схем, принятие подобных законопроектов просто вредит имиджу Государственной Думы и Федерального Собрания в целом. Такие законопроекты противоречат установкам, которые дает президент, и непонятны нашему народу. Кроме того, они противоречат Конституции, как уже не раз говорилось здесь. Поэтому партия Родина выступает против данного законопроекта и обращается с призывом отложить его рассмотрение, отложить хотя бы на несколько лет, пока не будут внятно сформулированы цели, задачи, а лучше всего не найдены новые методы пополнения бюджета. Тем более, что президент отметил то, что фискальный эффект минимален. Мы считаем, что этот законопроект не нужен и, более того, наносит вред общей государственной власти и социальной стабильности в России. Спасибо. Спасибо, Фёдор Владимирович. Выступает Шейхуддинов Рифат Габдулхакович, партия «Гражданская платформа». Спасибо, уважаемый депутат, уважаемый Иван Иванович. По сути, этот законопроект не даёт никакой экономической и социально-политической эффективности. По сути, нам правительство снова предлагает сокращение издержки и то, чтобы залезть в накопление наших граждан. А нам нужно развитие, а не стагнация, для того, чтобы сохранить наш экономический суверенитет и выполнить те задачи, которые ставит президент перед правительством и перед, в том числе, и Государственной Думой. Посмотрим, но радует, конечно, то, что правительство занимается пенсионными накоплениями, пенсионной реформой. Посмотрим, правда, как оно это делает. Вспомним, зачем создавался пенсионный фонд. Для того, чтобы накопление граждан инвестировать в высокодоходные или среднедоходные инструменты. И к чему это привело. Инвестиции в прошлом году дали 22 миллиарда рублей. Это 7% доходности. Инфляция при этом приближалась в прошлом году к 12%. По сути, а издержки самого фонда практически равны этому. То есть о какой эффективности пенсионной системы можно говорить. Также, что касается рынка труда. Да, этот закон абсолютно, ну и последующее повышение пенсионного возраста действительно останавливает рынок труда. Он закупоривает его. Мы останавливаем социальные лифты для молодежи. Практически это повторение того опыта, по которому пошла Европа. И это привело к увеличению безработицы среди молодежи. Дальше, понятно, увеличение школьного возраста, студенчества и так далее. Но нам же не это нужно. У нас и так молодежь практически мечтает в основном о том, чтобы выехать из страны и где-то получить другую работу и благополучие. Реформа пенсионной системы, которая привела к баллам. Запутали и пенсионеров, и даже тех, кто сами пенсии эти выдает. Уже сами работники пенсионной системы шутят, что в баллах пенсию лучше получать, чем в рублях. И скоро вообще зарплату будут в баллах выдавать. Это лучшая валюта, чем рубль. Понимаете, я считаю, что и наша партия, что нам нужна не стагнация. По сути, это путь, который нам предлагает правительство. Путь, по которому уже прошла Греция. Сокращать издержки, проедать накопления. Но нам нужно развитие. Поэтому наша партия предлагает не поддерживать данный закон и проект. Спасибо. Спасибо, Рифат Габдулхакович. Выступает Смирнов Вячеслав Николаевич. Партия «Союз горожан». Уважаемые депутаты, в этот предвыборный период, потому что до выборов в Государственную Думу осталось совсем уже мало времени, фактически меньше года, наверное, мало какой политик возьмет на себя смелость заявить, что в Государственной Думе, либо в правительстве, он активно поддерживал, выступает за повышение пенсионного возраста. Очень тяжело будет общаться с избирателями в избирательных округах и мотивировать данное голосование и данное, возможно, даже необходимое требование житейской необходимостью. Потому что как расценивает обыватель вот этот вот закон о повышении пенсионного возраста для государственных служащих? Лояльная группа населения, лояльная власть, лояльная режиму, это государственные служащие, те, кто уже вышел на пенсию, и те, кто вот сейчас подходит к нему, воспринимают закон как очередной некомплементарный очередной ход государства в отношении их, которые получали небольшие деньги, но верно служили своему государству и планировали какие-то определенные действия среди выхода на пенсию. То есть лояльный электорат вы с принятием этого закона ставите в двухсмысленное положение. С другой стороны, обычное население, не относящиеся к категории государственных служащих, воспринимает этот закон не только как пробный шар, первый после которого последует увеличение пенсионного возраста для всех остальных категорий населения, но еще как льготу для государственных служащих. То есть госслужащие получают много, получают больше, и Государственная Дума дает им возможность дольше находиться на своих должностях. Потому что еще с советского периода пенсионный возраст это не то время, когда ты можешь на пенсию, но и то время, когда тебя выгоняют с работы на пенсию. И это в подсоздании у многих наших избирателей осталось. Почему этот закон надо принимать сегодня, а не в 2018 году, вместе с основным пакетом, который в любой случае будет принят, потому что экономическая ситуация это будет диктовать, совершенно непонятно, и совершенно непонятно, как вы это будете объяснять у себя округам. Тем более надо понимать, что как бы вы сейчас не проголосовали за этот закон или против, обвинять принятие закона будут всю Государственную Думу, потому что наши избиратели совершенно не разбираются, к какой фракции вы относитесь, как вы голосовали. Закон приняли, значит плохо с ним боролись. И это проблема, потому что протестные настроения будут расти, а этот закон очередной камень в сторону этих протестных настроений. Конечно, можно сказать большое спасибо правительству за этот закон, потому что и партия пенсионеров, и все оппозиционные партии, и мы в том числе на выборах будем его использовать при работе с избирателем. Но мне кажется, что для страны это очень нехорошая вещь. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Выступает Константинов Николай Николаевич, Казачья партия Российской Федерации. Уважаемые господа депутаты, Идеология Казачьей партии Российской Федерации базируется на основных принципах идеологии и традиций российского казачества, история которых насчитывает более 500 лет. В ее основе верность интересам государства и его всемирная поддержка вплоть до самопожертвования, соблюдение моральных принципов, традиционно поддерживаемых Русской Православной Церковью, и жесткое отстаивание традиций Института Семьи. Основываясь на этих постулатах, наша партия поддерживает принятие законопроектов, отвечающих интересам экономического развития государства. И в этом я считаю проявление патриотизма настоящее, а не забота о своем имидже у электората и о будущем электоральном цикле, выборах и т.д. Мы все хорошо понимаем, что сейчас наша страна находится не в самом лучшем экономическом состоянии, и наши западные партнеры постараются, чтобы это состояние продлилось как можно дольше. И в то же время мы уверены, что миссия России – быть мощной мировой державой, и для этого необходимо сосредоточение всех сил. И в этих условиях должны быть приняты все меры, способные поддержать нашу экономику. Рассматриваемый проект закона – лишь одна из этих мер, и мы, безусловно, за его принятие. Хотелось бы отметить еще следующее. Проект закона, обсуждаемого сегодня, может стать частью стратегии постепенного повышения пенсионного возраста для всех категорий наших граждан, что и ожидается. Но об этом предпочитают не говорить, считая, что избиратель эту стратегию не поддержит. Я считаю, что их опасения напрасны. Наш народ уже достаточно политически зрел, чтобы с ним разговаривать откровенно и доверительно. Творец сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю однажды сказал, если бы я должен был одним словом описать, почему Сингапур преуспел, то этим словом было бы доверие. Мы также должны доверять нашим согражданам, и тогда они будут доверять нам. А способ этого доверия – это диалог. Хотелось бы высказать еще одно предложение. Мне представляется, что такие серьезные законопроекты, как сегодняшние, должны рассматриваться в пакете с другими нормативными правовыми актами, связанными с предлагаемыми законопроектами. В частности, если мы обсуждаем вопрос о повышении пенсионного возраста госслужащих, хотелось бы одновременно увидеть проекты в нормативно-правовых актах, принятие которых улучшит качество работы этих служащих. А закон об увеличении пенсионного возраста всех категорий граждан России должен обязательно рассматриваться совместно, например, с планами реформы, позволяющих оптимизировать использование пенсионных накоплений. Спасибо, Николай Николаевич. Выступает Хавраева Галина Федоровна, Народная партия за женщин России. Уважаемые депутаты, проблема пенсионного возраста очень острая и дискуссионная, потому что экономические аргументы сталкиваются с социальными. Поэтому неудивительно, что за повышение пенсионного возраста выступают в основном финансисты и экономисты. В 2015 году дефицит пенсионного бюджета составит 623 миллиарда рублей. В такой ситуации логика и аргументы финансистов вполне понятны. Это лишняя нагрузка на бюджет, от которой в кризисе им хотелось бы избавиться. Но в случае принятия закона Госдумы пенсионный возраст будет повышен государственным и муниципальным служащим, а также депутатам и сенаторам до 65 лет. Правда, постепенно, по полгода в год. Кроме того, закону при этом предусмотрено и увеличение предельного возраста нахождения на госслужбе с 60 до 65. Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, увеличение пенсионного возраста для госслужащих позволит в следующем году сэкономить 622 миллиарда рублей. Но в общем объеме обязательств пенсионного фонда России цифры это составляет доли процентов, и никакой экономии в сколь-нибудь заметных масштабах дать не может. Зато, по мнению экспертов, позволит многим высокооплачиваемым чиновникам продлить свое пребывание у власти. Это, знаете, как говорили в советские времена, из кресла кабинет и прямо в рай. На самом деле финансисты и политики спорят не о том, надо повышать пенсионный возраст или нет. Его действительно, однозначно надо повышать. Но вопрос в другом. Почему возник такой вопрос сегодня, когда не самое лучшее время? И рассматривать этот вопрос без учета продолжительности жизни населения невозможно, так как повышение пенсионного возраста чиновникам незаметно и плавно перейдет на большую часть населения. В то же время Путин в прямом выступлении сказал, можем ли мы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст. Я считаю, что нет. Мнение экспертов по этому поводу сходится. Пенсионный возраст поднимут обязательно. Эксперты считают, что это случится уже в будущем году, поскольку в правительственном документе основное направление бюджетной политики на 2016-2018 годы повышение пенсионного возраста считается уже данностью. Аргументируя такую срочную необходимость повышения пенсионного возраста, нам говорят, якобы продолжительность жизни в стране достигнет 72 лет уже к 2020 году. Напомним, что сегодня продолжительность лет у нас всего 70. Она ниже, чем в Сирии, Иране и даже в Никарагуа. Причем, обращая внимание, здесь уже говорили, что продолжительность жизни мужчин в России в среднем 64 года. Да и о каком повышении пенсионного возраста можно сегодня говорить сегодня, когда по данным Росстата на сентябрь 2015 года 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Это более 14% населения. И вот опираясь на мнение членов... Дайте возможность закончить фразу, включите микрофон. И вот опираясь на мнение членов Народной партии «За женщин России» из 44 регионов, считаю, что сегодня нет возможности и нельзя говорить о повышении пенсионного возраста. Сегодня нужно говорить о бедности в стране. Спасибо. Спасибо, Галина Фёдоровна. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты Государственной Думы, коллеги! Сегодня было высказано много замечаний и предложений по законопроекту. Многие из них, безусловно, заслуживают внимания и требуют дополнительной проработки. На наш взгляд, концепцию законопроекта можно поддержать. Она отвечает реалиям сегодняшних дней. Политическая партия «Женский диалог» поддерживает законопроект. Я объясню, мы исходим из следующего. Первое. Предусмотрены изменения условий установления дополнительных выплат к страховой пенсии по старости, пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности Государственной гражданской службы Российской Федерации, должности муниципальной службы и отдельным лицам, замещавших государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также муниципальные должности, Также, как и постепенное увеличение пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по старости для данной категории лиц до 65 лет, предоставляет право выбора для государственных служащих, которым уже назначена выплата страховой пенсии на общих основаниях. Это наиболее важная инновация в проектируемых нормах, поскольку законопроектом предусматривается получение страховой пенсии на общих основаниях в тех случаях, когда государственные служащие не имеют значения, мужчина это или женщина увольняется с государственной службы не по достижению 65 лет, а, к примеру, в 60. Политическая партия «Женский диалог» поддерживает равноправную реализацию предписания статьи 37 Конституции Российской Федерации о праве свободного распоряжения своими способностями к труду, выборе, рода, деятельности и профессии. Должны приниматься во внимание те обстоятельства, когда человек хочет, может и ощущает свою способность трудиться и после 60 лет. Вместе с тем мы с равным уважением должны относиться к тому, что лица, достигшие уважаемого возраста, в силу жизненных обстоятельств, житейских проблем или иных оснований прекратят осуществление профессиональной своей деятельности. У человека всегда должен быть выбор, который он осуществляет свободно и осознанно, вне зависимости от пола, рода, деятельности и иных обстоятельств, оговоренной статьей 19 Конституции Российской Федерации. Законопроектом устанавливается предельный возраст пребывания на гражданской службе 65 лет вместо 60 лет. Это очень важное решение. По нашим сведениям, многие государственные служащие в настоящее время по достижении предельного возраста находятся на государственной службе 60 лет и не прекращают свои деятельности. Действующим законодательством предусмотрены нормы предоставить возможность находиться на государственной службе до 65 лет. Это решение зависит как от добровольной воли изъявления государственного служащего, так и от воли работодателей, выраженной в необходимости исполнения полномочий по конкретной должности конкретным лицом. Представитель правительства Андрей Николаев может подтвердить наше наблюдение, что государственные гражданские служащие в возрасте от 55 до 65 лет, это люди высокопрофессиональные, зачастую обладающие ученой степенью кандидатов, докторов наук, имеющие второе высшее образование, владеющие иностранными языками и являются нормой. Елена Геннадьевна, ваше время истекло. Я прошу прощения. Но позицию вашей партии по законопроекту мы услышали в самом начале, она понятна. Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Переходим к выступлению представителей фракций. От фракции КПРФ выступает Николай Васильевич Коломейцев. Регламент 7 минут. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, грустно и печально слушать некоторых товарищей, которые в принципе закон не читали. Потому что если вы почитали закон, то к нему есть примерно 120 страниц заключений, я их все усердно прочитал раз по пять. И нашел, не у меня, у Минюста, у руководителя ГПУ президента, у счетной палаты, у комитета, примерно пять постановлений конституционного суда нарушены. Понимаете? И четыре статьи конституции. Ну кому это непонятно? Ну вы что? Вообще не понимаете, куда попали. Второй вопрос. Вот любой закон, он для чего принимается? Он принимается для того, чтобы решить какую-то проблему. Кто мне в этом зале ответит? Какая проблема решается, кроме решения, дела всей жизни Кудрина и Чубайса, реализации вопроса по поднятию пенсионного возраста? Дело Кудрина живет и процветает. Потому что это действительно так. Я специально проанализировал и нашел 15 заявлений президента, что он против якобы пенсионного возраста. Я прочитал примерно 20 заявлений у Люкаева и Кудрина в этот же период, что они за, его надо применять. Поэтому я спрашиваю, кто же у нас управляет? Или какой наивный человек думает, что правительство может нести закон, не посоветовавшись в ГПУ и не получив отмашку? Поэтому, вот для меня лично, вчерашняя пресс-конференция и для любого думающего человека, это как раз разрушение мифа о добром царе и плохих боярах. Оказывается, и царь, и бояре в одной лодке занимаются не тем, чтобы поднимать экономику. Потому что, вот экономическая целесообразность, 622 миллиона, буквально две недели назад Газпром принял решение по 240 миллионов единовременно выплатить членам правления. Два с половиной члена правления не получили, и вот вам, пожалуйста, нужные деньги. Но если бы вы еще почитали, вот тут некоторые товарищи выступали, они не знают, что у нас 4 типа пенсионной системы. Если вы посмотрите Газфонд, НПФ и Центробанк и другие, то там пенсионные права даже наследуются, понимаете? А если вы еще глубже почитаете, то, с моей точки зрения, не тем мы занимаемся. Сегодня проблема, кричали, если вы прочитали хотя бы те вопросы, 32, которые задавали. Проблема остановленная экономика. Недоступность финансовых ресурсов. И что нам отвечал президент? Центробанк правильно удушает экономику. Вы поймите, нельзя при рентабельности 9% взять под 20 кредит и работать. Ни один дурак такой не найдется. Нельзя в стагнирующей экономике допускать, чтобы госкорпорации тратили миллиардами и триллионами деньги бесконтрольно. Вот это надо все систематизировать. Да, я согласен с некоторыми товарищами, что должна быть единая система. Но система должна основываться на демографических, геронтологических исследованиях. У нас ведь некоторые выступают, говорят, чиновники. А вы хоть знаете, сколько получают муниципальные чиновники региональные? И какая проблема сегодня перед региональной муниципальной властью? Ни черта не знает. Сейчас проблема заключается в том, чтобы удержать этого работника. Потому что копеечная зарплата, ему не хватает заплатить за ЖКХ и за все остальные вопросы. А вы тут распятюкиваете, чиновники. Там 6,5 тысяч. Это разговоры. Но это мина замедленного действия. Это те, кто обеспечивает вам результат. Имейте в виду. Результат на выборах обеспечивают вот эти самые муниципальные региональные чиновники. Поэтому большое спасибо в предвыборный период за это. Второй момент. Вы поймите, вы парализуете государственный власть. Любой умный человек понимает, что от работы государственного аппарата, аппарата муниципалитетов, зависит качество решений. Если вы загнали страну в стагнацию, значит неправильное решение. Значит нет мотивации привлечения умных людей. А вы берете и окончательно рубите. Почему? Потому что вы ведь по профессиональному гендерному принципу притесняете. Тут же на ненавистники придумали закон. Женщины. Вот тут две партии женщин выступали за. Какие они партии женщин в чертях собачьих? Вы поймите, женщина, ее же специально давали раньше на пенсию выходить, потому что у нее еще есть функция продолжения рода. А у нас с вами из-за кризисов регулярное демографическое падение. У нас сегодня идет резкий спад рождаемости, несмотря на позитивную роль материнского капитала. Понимаете? Потому что если денег в семье нет, то же будет себе рождать на горе. Понимаете, проблема в чем? А вы тут женщины за 65 лет. Поймите, это вот сейчас приезжают Керри, Мэри, Перри, и все хотят, чтобы разрушить окончательно все социалистические завоевания. Пока был Советский Союз, он принуждал страны капитализма максимально поднимать социальные гарантии. Союз разрушили, инерции на 25 лет хватило, а дальше ВЭК. Надо все вычистить, поэтому все эти вопросы оптимизации. Надо оптимизировать Минэкономразвитие, которое недееспособно и не дает ни одного действенного предложения. Надо оптимизировать Центробанк, который не в состоянии предложить нормальную кредитно-денежную систему и слезть с банкрота валюты. Понимаете? У нас валюта привязана к доллару и евро. Чей язык и чья валюта? Та и власть. Какие мы тут с вами патриоты в чертях собачьих. Поэтому, уважаемые коллеги, вот этот закон, его главная политическая цель – запустить механизм поднятия пенсионного возраста. Причем, обратите внимание, женщинам сразу на 10 лет. Понимаете, да? Да, такие системы есть во Франции, в Германии, в США. Есть и 67. Но если вы посмотрите, какой у них средний возраст, и какая у них минимальная оплата труда, и какой у них коэффициент замещения, то вы заплачете. Почему? Потому что большая часть немцев и западноевропейцев путешествует на пенсию. Понимаете? А скажите, пожалуйста, кто из наших пенсионеров в состоянии хотя бы сытно поесть, по большей части, из 43? Поэтому мы за такие законы голосовать никогда не голосовали, и категорически против, и донесем. Вот здесь выступал представитель казачьей партии, я с Дона. Я не знаю, с кем встречаетесь вы, я в воскресенье 400 человек казачков слушал, они бы вас выпорвали за такие речи. Хоть не знаю, какое у вас звание в казачьей партии, но на кругу вас бы выпорвали. Николай Васильевич, спасибо, но некоторые слова и словочные сочетания вы использовали зря, вы подавали плохой пример непарламентским партиям. От фракции ЛДПР выступает Сергей Михайлович Катасонов. Я сказал, что зря использовал. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый Иван Иванович, коллеги, продолжим. Знаете, вот для нормального человека, я думаю, что мы все здесь нормальные здравомыслящие люди, когда какой-то документ ложится или когда идет дискуссия, всегда или часто, когда людям некогда, они всегда говорят, давайте с конца как-то, давай, не надо объяснить, давайте с конца начнем. Я бы так сказал, должна быть какая-то сверхзадача. Вот у любого документа закон, диалог, действия, постановления. Вот я пытаюсь понять, есть ли сверхзадача у данного документа, который нам внесли. Ну, три момента, вот как бы здесь можно рассмотреть. Ну, первый политический аспект, второй экономический, третий государственный аспект. Про политический вектор, что мы идем к этому, и вчера президент об этом сказал, мы понимаем. Мы и Кудрина много лет слышали, мы понимаем, что не может свести бюджетный фонд, скажем так, свой баланс. И там речь идет не о 600 миллиардах, а вы знаете, что 2,5 триллиона. И это трансферт из федерального бюджета. Поэтому эта тема нам понятна. То есть из-за того, чтобы определить вектор движения, я понимаю, какой-то закон нужен был бы и должен быть. Но давайте посмотрим остальные аспекты. Что остается? Вот экономический аспект. Значит, цифра, которая заявлена в пояснительной записке, там 260 миллионов. Ну, там ошиблись, да. А вот по данным, которые нам представил комитет профильный, что у нас только 70 тысяч федеральных пенсионеров, и только 78% пользуются этим. Так вот, если мы это перемножим, то у нас получится 11 миллионов в месяц. То есть 130 миллионов в год. 2 миллиона долларов. Вот скажите, какой экономический смысл решения данного вопроса, когда он практически ничтожен не только на уровне, скажем так, федерального бюджета, но и на уровне зарплаты топ-менеджеров? Экономического смысла вообще никакого нет. Давайте посмотрим государственный аспект. Итак, мы уже говорили, что это люди, которые обеспечивают партии власти победу на выборах. Но это же наши люди, и мы работаем в муниципалитетах, это и наши друзья, и родственники, кто угодно. Но это люди, которые не только обеспечивают победу вам на выборах, это люди, которые обеспечивают оказание качественной государственной и муниципальной услуги. Какие зарплаты? Да зачем ходить в муниципалитет? Вот сейчас уважаемый мной Николай Васильевич говорит, да вы зайдите в аппарат Госдумы. Ну 20 тысяч зарплаты у нас в аппарате. Куда уж мы пойдем там дальше в муниципалитеты? И вы посмотрите, вот кто здесь сидит, мы же все застали. Помните, был стаж, у нас был 12 лет госслужбы? Потом сейчас в 15 мы перешли, вот сейчас переходим в 20 и не сгораемый 30. Ну то есть вот этот вектор отодвигания наиболее качественных, подготовленных специалистов, которые работали на государе, он вообще в голове моей не укладывается. Вы вчера смотрели президента? Президент что сказал, когда отвечал на вопросы, какая должна быть зарплата усечена? Он сказал, она должна быть такой, чтобы люди шли в этот сектор, принципиально важная для государства. Слушайте, ну вы транслируйте. Если бы вы ему задали вопрос о госслужбе, он бы умножил коэффициент 2, а то бы и 10 поставил. Но кто будет работать на президента? Самые лучшие. А мы вот этим аспектом сегодня говорим, ребята, давайте мы снизим гарантии. Вы посмотрите, что сегодня в этом зале и у нас в зале ЗАГС Собраний. Люди смотрят, когда ему уволиться. То есть то, что мы сегодня примем, это ухудшит их положение, им выгоднее сейчас уволиться для того, чтобы получить больше. Я уже не буду говорить про тот аспект, что мы теряем вот эти 5 лет, когда был коэффициент 36-40, когда люди, которые не госслужбе, они получают это увеличение, а те, которые будут на госслужбе, не получают. А, скажем так, ущемление женщин в этом вопросе, я уж этого не касаюсь. Здесь те вопросы, которые просто лежат на поверхности. Мы с вами, Андрей Николаевич, как раз спорили. Помните, вы приходили у нас совсем недавно, и мы поднимали вопрос, а где деньги? А вот вы мне скажите, то, что у нас есть отсечка 700 тысяч, свыше которой не платятся пенсионные взносы. Не платят. Ну, половину платят. Сумма. Сколько? Это то есть те цифры, которые у нас приходят на 2 миллиона долларов в месяц и так далее, все наши топ-менеджеры. Они же практически не несут ту нагрузку, которую несут сегодня те, которые имеют минимальную зарплату. Я тогда с вами спорил, мы выговорили 100 миллионов в потере, а вот ответ пришел из пенсионного фонда. 300 миллионов. То есть это деньги, которые лежат просто на поверхности. Мы решили вопрос этот по медстраху, мы убрали ограничения. А почему этот вопрос? Вот вы ставите вопрос наполнения. Ну, давайте комплексно решать. Вот как с налоговым кодексом мы латаем дыры, так и здесь в пенсионной реформе мы то там, то здесь. Поэтому вот исходя из всех аспектов, получается, экономический аспект не достигается, политический не достигается, идет дискредитация государственной службы, а люди хотят работать на государство. Остается вопрос только вектора. Но вектор можно задать любым другим способом. В частности, вчера он был задан президентом. Поэтому, когда такие законы вносятся, нужно понимать и в комплексе оценивать весь спектр. Вот сегодня Николай Васильевич нам рассказывал про экономику, что ее нужно запускать. Слушайте, ну я могу понять еще Центробанк, который запредельные ставки держит с целью остановки экономики для перераспределения. Слушайте, у них какая-то есть цель перераспределить и потом запустить. Слушайте, ну здесь-то вообще никакой цели нет. Поэтому я считаю, что фракция ЛДПР не будет поддерживать этот закон. Вы можете нам предлагать различные варианты. И по увеличению возраста приходите, доказывайте. Но сначала определитесь с теми, кто получает сверхдоходы. Определитесь с теми 21 миллиона человек, которых мы вообще с вами не видим. Защитите государственных служащих и потом, пожалуйста, вот вместе в комплексе мы готовы рассматривать ваш пакет. И если вы докажете Государственной Думе, что это будет благо для государства, тогда мы готовы вас поддерживать. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. От фракции «Единая Россия» выступает Андрей Константинович Исаев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, я сейчас расскажу, какие задачи решает данный законопроект. Хотелось бы напомнить, что идея этого законопроекта родилась в этом зале 21 апреля во время отчета правительства, когда Валерий Владимирович Трапезников, наш коллега по фракции, предложил Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Сейчас в обществе обсуждается вопрос с разных сторон о повышении пенсионного возраста. Давайте начнем эксперимент с себя, с депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, государственных служащих. Это предложение получило коллеги, хотелось бы, чтобы вы слушали не только себя. Это предложение получило поддержку тогда со стороны Дмитрия Анатольевича Медведева. И надо сказать, что наш мониторинг общественного мнения средств массовой информации показывает, что это предложение находит поддержку в обществе, при том, что общество категорически против повышения пенсионного возраста для основной массы граждан. Этот законопроект является примером того, что общество сегодня в России может влиять на изменение закона. Представленный нами проект закона существенно отличается от того, который был вывешен на портале Министерства труда и который изначально был подготовлен правительством. Так, в частности, мы в ходе дискуссии настояли на переходном периоде и для повышения пенсионного возраста, для женщин в переходный период, напомню, будет составлять 20 лет, и в повышении стажа, что дает возможность людям выстроить свои жизненные планы и понять, стоит или не стоит им оставаться на государственной и муниципальной службе, и дает возможность подойти человечно, нормально, взвешенно, поэтапно для того, чтобы решить поставленные задачи. Здесь говорили, что этот законопроект не решает ни одной задачи. Он решает задачи, уважаемые коллеги, причем очень важные и существенные. Задача номер один – это мы принимаем решения в интересах большого числа государственных служащих. На сегодняшний день установлены возрастные сроки пребывания на государственной службе – 60 лет. Хочу обратить ваше внимание, что хотя, вроде бы, это конституционно не ограничивает право человека на государственную службу, но мы, сталкивавшись с этим на практике, знаем, что это такое. Это означает, что каждый год человек, остающийся на государственной службе, должен перезаключать срочный трудовой договор. Он лишается той уверенности, которая у него существует на сегодняшний день. И я, как председатель комитета, каждый год с трепетом ходил и просил за определенных специалистов, которые разбираются в пенсионном законодательстве, которые работают за небольшую зарплату, которые трудоспособны, которые являются специалистами высшей меры для того, чтобы обеспечить их оставление всего-навсего на один год для работы в аппарате комитета. Эта проблема решается. Люди могут спокойно работать до 65 лет. Это очень важно, в первую очередь, для невысокооплачиваемых специалистов в государствах среднего звена. Важная политическая задача решается, коллеги. Это действительно так. Государство показывает, что в условиях кризиса оно должно, пытаясь максимально сохранить социальные гарантии, оно, тем не менее, готово экономить на себе. И это только часть в системе мер, которые мы предприняли. Заморозка зарплаты государственному аппарату и силовым органам, прямое сокращение заработной платы на 10% депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, высшим государственным служащим, ограничение расходов, в том числе командировочных, которые предпринял и парламент, и другие государственные органы. Это прямая демонстрация. Мы не собираемся переваливать кризис на тех, кто нуждается. Мы хотим нести расходы, мы хотим нести это бремя в первую очередь во главе, в данном случае, народа, и во главе тех, кто эти расходы несет. Конечно же, часть государственных служащих отнесется негативно к этому предложению. Но я хотел бы сказать, что государственная служба – это особая служба. Это служение обществу. И те, кто идет на эту службу, так же, как военнослужащие, рискуют своей жизнью и здоровьем, должны понимать, что они несут определенные издержки. В конце концов, закон оставляет выбор за человеком. Не хочешь повышения пенсионного возраста для себя – уходи с государственной службы, и ты в полном объеме получишь свою страховую пенсию, а под достижение 65 лет получишь надбавки, если ты выработал необходимый срок. Ты можешь при этом пойти работать не на государственную службу, а быть работающим пенсионером. Выбор остается в любом случае за человеком. Третья задача, которая решается – это унификация пенсионных подходов в государственной и муниципальной службе. Сегодня там, коллеги, кто в лес, кто под рова, кто установил себе одни стажевые категории, кто другие. Здесь устанавливаются единые, и правильно совершенно ставился в этом зале вопрос, мы должны установить и единые подходы к зарплатам и пенсиям, потому что сегодня есть коллеги из законодательных собраний, которые сами себе, своими законодательными решениями установили пенсии, и выше других коллег из соседних регионов, выше Государственной Думы, выше Совета Федерации. Во всех этих вопросах надо наводить порядок. Очень правильные замечания сделал профильный комитет, с ними надо согласиться. Во-первых, надо переносить срок вступления этого закона с 1 июля 2016 года, среди года, на 1 января 2017 года, для того, чтобы подготовить необходимую нормативно-правовую базу. Во-вторых, нужно учесть замечания, которые звучали, опасения, которые прозвучали в этом зале, и от коллег из парламентской оппозиции, и от непарламентских партий. Я бы особо хотел подчеркнуть замечания Федерации независимых профсоюзов России, профсоюза государственных служащих. Они не поддержали данный законопроект, они высказывают опасения. Мы должны поработать так, чтобы все эти опасения, безусловно, были устранены. Мы понимаем, также, уважаемые коллеги, что до принятия данного закона потребуют серьезные работы исполнительных органов власти. У нас поменяется состав государственных служащих. Это значит, что необходимо активизировать работу по их профессиональной подготовке. Необходимо продумать вопросы трудоустройства в освобождающихся государственных служащих. И в заключение я хотел бы сказать, коллеги, Единая Россия еще раз подтверждает, мы категорически против повышения в среднесрочной перспективы пенсионного возраста для основной массы граждан. Этот закон является непрецедентом, этот закон – альтернатива этому решению. Мы за то, чтобы основная масса граждан уходила на пенсию в ближайшие годы в том возрасте, который установлен федеральным законом, мы считаем, что страна не готова к повышению пенсионного возраста. Этот шаг направлен на повышение качества государственной службы и решение иной задачи. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Андрей Константинович. От фракции «Справедливая Россия» выступает Андрей Викторович Руденко. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, такое впечатление, что у нас здесь 450 депутатов, которые не умеют читать название законопроекта. Попрошу всех еще раз внимательно почитать. Законопроект называется «В части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан». Что будет с концепцией данного законопроекта, если во втором чтении правительство не несет поправки? Не предложат увеличить всем гражданам пенсионный возраст. Ничего не поменяется. Поэтому наша фракция «Справедливая Россия» не будет голосовать по данному законопроекту. Я хотел бы сказать следующее. Закон чисто политический. Смешали все в кучу. Нас, депутатов, хотят выставить в черном цвете. Посмотрите как. Вот депутаты не голосуют за данный законопроект. Почему? А когда повышали зарплату депутатам, нас спросили об этом. Это было повышено указами президента, правительству, аппарату, администрации президента. Мы по закону с вами приравнили, нас об этом не спрашивали. Когда повышали зарплату правительству, кто-нибудь считал? Кто-нибудь просчитывал все эти вещи? Теперь мы говорим о издержках, о 10% сокращении. Ну, дорогие господа, ну будьте последовательны. Давайте сделаем так, чтобы повышать минимальную нашу пенсию. Наша фракция предлагала, давайте сделаем зарплату депутатов, равную среднемесячной зарплате по стране. Посмотрите в регионы. Возьмите какой-нибудь там Ямало-Ненецкий округ. Вы знаете, какая зарплата у депутатов там? По миллиону. Давайте возьмем другие направления. Но поверьте, дорогие наши коллеги, вот мы дискутируем. Я выслушал сегодня всех очень внимательно. Я не буду занимать очень много времени. Но хочу сказать, что не надо обманывать своих людей, своих граждан и нас в том числе. Вот давайте не будем говорить, что мы повышаем сейчас. Вот смотрите, саму структуру законопроекта, да, госслужащим, депутатам и так далее. Давайте пробьем, а посмотрим, как они. Если они проголосуют против, мы, конечно, средства массовой информации вынесем сейчас, что депутаты против этого. Нет. Я еще раз подчеркиваю, мы готовы отказаться от всех льгот, готовы внести такой законопроект, если вы нас поддержите. Но вы не поддержите. Вы не поддержите такой законопроект по другой, по той причине. Потому что ни правительство, ни аппарат правительства не будет отказываться от своих льгот. Мы готовы рассматривать, мы готовы понизить все это и просчитать все варианты. Но правительство опять же не поддержит, потому что выгодно выставить депутата в таком свете. Выгодно предоставить это население и сказать, вот депутаты себя защищают. Да не защищаем мы себя. Мы защищаем граждан. Посмотрите декларацию наших некоторых депутатов, посмотрите декларацию вашего аппарата, посмотрите декларацию многих в правительстве. Правильно мои коллеги поднимали вопрос. Да, выплатил себе «Газпром» 4 миллиарда, заплатил он на это еще там в пенсионный фонд 2 миллиарда. Но было бы красиво, если бы они взяли бы и вот эти 4 миллиарда перевели бы, допустим, детям, сиротам, пенсионные дома и так далее. Я бы все понял. Я не лезу ни в чей карман. Я его не обсуждаю, не рассуждаю. Вы займитесь госкорпорациями, займитесь пенсионным фондом. Что такое 7% накоплений? Но давайте мы все грамотно, мы все читаем. Посмотрите на норвежский фонд пенсионный. Норвежский фонд пенсионный как работает, какая его доходность. Он работает на той нефти, которая есть в Норвегии. Он размещает высоколиквидные активы. Мы не предлагаем размещать золото. Зачем? Нужно раскладывать в несколько корзинок. Если мы все разместим в золото, как предлагают некоторые непарламентские партии, золото может упасть в цене или бесценится вообще золото, сколько нет такого золотого запаса. Надо грамотно просчитать. Надо не развивать инфраструктуру пенсионного фонда и не строить эти замки громадные. И потом говорят, что нам не хватает денег в пенсионном фонде. Поэтому фракция «Справедливая Россия», как я уже говорил, не будет голосовать по данному законопроекту. Мы долго обсуждали на фракции. Есть опасения, что ко второму чтению концепция не изменится, но могут не сильно быть поправки. Мы очень внимательно отследим эти поправки. Наши представители на комитете будут каждую поправку вычитывать дословно. И если правительство не будет возражать, мы предлагаем такой вариант вынести в отношении депутатов в отдельный законопроект. Мы проголосуем за. Но мы не будем голосовать в той редакции, которая есть. Почему? Потому что сейчас правительство... Вот мы делаем шаг вперед и три шага назад. Зачем сейчас вносить этот законопроект? Вот объяснить, в чем целесообразность? Все граждане против. Против нарушения Конституции. Это первый шаг повышения пенсионного возраста граждан. Вы сами себя противоречите. Я помню, Андрей Николаевич год назад уговаривал нас всех с этим пенсионным калькулятором. Ну давайте обратимся к вашему пенсионному калькулятору. Если будете работать после 60 лет, в течение 5 лет, ваша пенсия будет выше. Теперь человек должен работать после, по-вашему, 65 лет, чтобы получить свою пенсию. Но вы сами себе противоречите. Вы поверьте, нет. Вот сейчас вы тронете госслужащих, потом затронете уже простых граждан. Поэтому, если вы утверждаете с вашим пенсионным калькулятором, у правительства, у высокооплаченных чиновников действительно высокая зарплата. Но, поверьте, спуститесь на землю. Мы ездим по муниципалитетам. 15 тысяч, 18, 23 зарплата муниципальных служащих. Поверьте, это не такие большие деньги. Порой у нас пенсии, у военных пенсионеров, у обычных пенсионеров бывают такие же. Я не говорю про минимальные пенсии. Поэтому давайте с вами сделаем так, чтобы человек действительно держался за службу, действительно работал. Бывают люди, которые 20-25 лет отработали на такой службе. Зачем тогда делать льготу? Давайте с вами продумаем. Мы же умные люди. Сделаем таким образом, чтобы человек действительно получал определенную льготу, но его пенсия не отличалась значительно в разы. Вот наша пенсия, я хочу вам сказать, вот наша пенсия в законе проекта заложена, мы должны с вами получать под 80 тысяч пенсию. Правильно? Те, кто имеет выслугу. 75% от денежного содержания. Вот у нас 82 тысячи у нас будет оклад. Ну 82 тысяч по закону. 75% 60 тысяч пенсия. Давайте так. Поэтому, дорогие мои, давайте не будем никого обманывать. Давайте будем действовать в рамках нашего закона. И давайте все-таки посмотрим, ко второму исчтению присмотримся, что наше правительство, дорогое, нам несет поправками. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Викторович. У докладчика и садокладчика есть возможность выступить с заключительным словом. Андрей Николаевич Пудов, пожалуйста. Спасибо, Иван Иванович. Спасибо, депутаты Государственной Думы, участники заседания. Я хотел бы вас призвать к тому, чтобы вы поддержали данный проект федерального закона. Я хотел бы отметить, что мы не планируем менять концепцию данного федерального закона ко второму чтению. У нас таких мыслей нет. Из тех предложений, которые сегодня звучали, я могу сказать, что мы однозначно поддержим позицию в отношении депутатов того первого созыва, о котором говорилось сегодня. Мы поддержим предложения в отношении переноса срока вступления силы федерального закона на 1 января 2017 года с тем, чтобы переходный период был более длительным и чтобы была возможность подготовиться с точки зрения законодательных актов и органов местного самоуправления с целью приведения в соответствии с положением данного законопроекта. Я уверяю вас в том, что мы настроены на конструктивный диалог с вами и готовы будем все те предложения, которые будут внесены депутатами Государственного Думы данным проектом федерального закона рассмотреть. Если они будут носить конструктивный характер и мы сможем найти с вами понимание по этим вопросам, я думаю, что такие решения могут состояться. И прошу вас еще раз обратить внимание на то, что законопроект касается конкретной категории граждан. Никакой двусмысленности данный законопроект не содержит. Он говорит о конкретной категории служащих, которых я уже выше перечислял, и ни о каких других категории граждан не говорится в этом законопроекте. Прошу его поддержать. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. Виктор Алексеевич Казаков. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, я бы хотел поговорить всех, в том числе и парламентские партии, в активном обсуждении данного вопроса. И при тех предложениях, которые мы сегодня получили в результате обсуждения, мы, естественно, их используем в случае принятия данного законопроекта в первом чтении. Я призываю всех к активной и плодотворной работе. Спасибо за то, что сегодня произошло это обсуждение. Спасибо. Спасибо, Виктор Алексеевич. Уважаемые коллеги, обсуждение законопроекта завершено. Мы выносим законопроект на час голосования. Я тоже хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в обсуждении, ну, конечно, в первую очередь приглашенных наших коллег из непарламентских партий, и тех, кто выступал, и тех, кто присутствовал при обсуждении. Большое спасибо. А мы продолжаем работать. Законопроекты второго чтения продолжаем рассматривать. 32 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о рынке ценных бумаг и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Докладывает Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, к данному законопроекту, целью которого является выделение репозитарной деятельности в самостоятельный, лицензируемый вид деятельности, и установление требований к такой деятельности, поступило 16 поправок. Все поправки, которые поступили в Комитет по финансовому рынку, рекомендованы к принятию и находятся в таблице номер 1. Таблица номер 2 соответствующим образом отсутствует. Просим принять данную таблицу, принять законопроект во втором чтении и просим поставить на третье чтение на 22 число. Спасибо, доклад окончен. Спасибо, Николай Николаевич. Есть вопрос по таблице поправок номер 1. Нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Скажите результат. Принимается и выносим законопроект на час голосования. 33 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об электронной подписи. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, в первом чтении законопроект был принят 17 февраля этого года. Он направлен на совершенствование процедур применения электронной подписи в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. Поступило 9 поправок. Две из них комитет рекомендует к принятию и 7 поправок включены в таблицы, рекомендуемые к отклонению. Просим проголосовать за указанные таблицы и принять законопроект во втором чтении. Просим в третьем чтении поставить законопроект на 22 декабря. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. По таблице поправок номер 1 есть вопросы? Нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. По таблице поправок номер 2 есть вопросы? Нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Принимается. Выносим законопроект на час голосования. Тридцать четвертый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект принят 1 декабря этого года. К законопроекту не поступило поправок. Комитет предлагает принять данный законопроект во втором чтении. Законопроект прошел все правовые экспертизы. И в случае принятия его во втором чтении, мы просим сегодня проголосовать его и в третьем чтении. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Выносим законопроект на час голосования. Тридцать пятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о торгово-промышленных палатах в Российской Федерации. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, к данному законопроекту поступило 18 поправок. 13 из них включены в таблицу принятых поправок. Таблица номер 1. 5 таблица отклоненных поправок. Таблица номер 2. Спасибо. По таблице поправок номер 1 есть вопросы? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. По таблице поправок номер 2 есть вопросы? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается выносимый законопроект на час голосования. 37 вопрос. Проект федерального закона о геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Докладывает Алексей Юрьевич Русских. С места включить микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, мы с вами приняли в первом чтении этот закон 12 мая 2015 года. Всего в комитет поступило 46 поправок. 42 из них включены. Таблица поправок номер 1. И рекомендуется комитетом к принятию. И 4 к отклонению к таблице поправок номер 2. Спасибо. Есть вопрос по таблице поправок номер 1. Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. За, коллеги, за. За. Скажите результат. Принимается. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 2? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. За, коллеги, за. Скажите результат. Принимается выносим законопроект на час голосования. 38 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статью 4 Федерального закона о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. Мартин Юцианович Шакум. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект принят в первом чтении 9 сентября 2015 года. На законопроект поступило 8 поправок. Все они рекомендуются к принятию. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. За, коллеги, за. Да. Скажите результат. Принимается центральная трибуна. Включите. Уважаемые коллеги, в случае принятия законопроекта комитет просит рассмотреть сегодня законопроект в третьем чтении. Законопроект прошел все необходимые процедуры, замечаний нет. Спасибо. Выносим законопроект на час голосования. 39 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 25 закону Российской Федерации об организации страхового дела в Российской Федерации, и федеральный закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Сергей Иванович Фургал. С места включите микрофон. Уважаемые коллеги, проект федерального закона был в первом чтении 15 декабря 2015 года. На законопроект поступило 7 поправок, которые были обсуждены на заседании комитета и внесены в таблицу поправок номер 1, рекомендованных к принятию. Внесенных поправок на отклонение нет. Заключение правового управления Государственной Думы получено. Комитет предлагает принять таблицу поправок номер 1 и законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Выносим законопроект на час голосования. Коллеги, 40-й рассмотрим после 16 часов. 41-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия народа в Российской Федерации. Отдельные законодательные акты Российской Федерации. Елена Григорьевна Дропека. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, законопроект был принят в первом чтении 15 мая 2015 года. К законопроекту поступило 30 поправок, из которых 22 включены в таблицу поправок, рекомендованных Комитетом Государственной Думы по культуре к принятию, 8 поправок включены в таблицу поправок, рекомендованных к отклонению. Законопроект прошел правовую лингвистическую и юрикотехническую экспертизу и подготовлен к осмотрению во втором чтении. Замечания правового характера у Государственного правового управления президента Российской Федерации, а также у правового управления аппарата Государственной Думы не имеются. Прошу поддержать и принять законопроект во втором чтении. Если законопроект будет принят во втором чтении, прошу рассмотреть законопроект в третьем чтении сегодня. Спасибо. Спасибо, Елена Григорьевна. По таблице поправок номер 1 есть вопросы? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Спасибо. Спасибо. Значит, поправка поддержана комитетом и включена в таблицу поправок номер 1, рекомендуемых к принятию. Законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизу и подготовлен к второму чтению. Спасибо, Сергей. Просит вас в установленном порядке рассмотреть таблицу поправок номер 1 и поддержать принятие законопроекта во втором чтении. Спасибо. Есть вопросы по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Скажите результат. Принимается. Выносим законопроект на час голосования. 42-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации. Владимир Александрович Поневерский. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, к данному законопроекту поправок не имеется. Правительство Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации поддерживает указанный законопроект. На законопроект получено заключение правового управления парадом Государственной Думы. Замечания не имеются. На основании изложенного предлагаю принять законопроект во втором чтении. Выносим законопроект на час голосования. Готов к рассмотрению в третьем чтении. Второе чтение. Ну, после второго проголосуем, но готов к третьему чтению. Мы это учтем. Спасибо, Владимир Александрович. Выносим на час голосования. 43 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации. Владимир Александрович Поневерский. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, К данному законопроекту имеется одна таблица поправок, которая состоит из одной поправки, внесенной депутатом Государственной Думы Плигином Владимиром Николаевичем и рекомендуем комитетом к принятию. Прошу проголосовать за принятие указанной таблицы. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование включить режим голосования. Скажите результат. Принимается. Выносим на час голосования. Центральную трибуну, пожалуйста. Про третье чтение, Владимир Александрович. Да, да. Законопроект полностью готов к рассмотрению в третьем чтении. Спасибо. Выносим на час голосования. 44-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о создании Североморского районного суда Мурманской области и упразднении некоторых городских судов Мурманской области. Владимир Александрович Паневерский. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, аналогично к данному законопроекту имеется одна таблица поправок, которая состоит из одной поправки, внесенной депутатом Плигиным и рекомендуемой комитетом к принятию. Прошу проголосовать за принятие указанной таблицы. Спасибо. На основании изложенного предлагаю принять законопроект о втором чтении и все процедуры пройдены и возможность его принять в третьем чтении. Спасибо. Есть вопрос по таблице поправок номер 1. Не отставлю на голосование включить режим голосования. Продолжение следует... Скажите результат. Принимается выносим законопроект на час голосования. 45-й вопрос. Проект федерального закона «Технический регламент об электромагнитной совместимости». Владимир Александрович Крупенников. С места. Коллеги, это рассматривается законопроект, принятый в первом чтении и предлагаемый к отклонению. Пожалуйста, микрофон Владимир Александрович включил. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, проект федерального закона 261.829-5 «Технический регламент об электромагнитной совместимости» принят Государственной Думой в первом чтении 2 июля 2010 года. В связи с вступлением в силу с 15 февраля 2013 года технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года номер 879, имеющий приоритетное значение над аналогичным национальным регламентом, а также в связи с изменением ситуации на рынке услуг связи, дальнейшая работа по законопроекту представляется нецелесообразной. Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связям считает, что проект федерального закона утратил свою актуальность и рекомендует Государственной Думе его отклонить в соответствии со статьей 123.1 регламента Государственной Думы. Спасибо. Спасибо. Представитель президента, правительство не выступает, выносим законопроект на час голосования. 46-й вопрос. Проект федерального закона об особенностях погашения и внесудебному регулированию задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя и внесения изменений в отдельные законодательные акты. Докладывает Николай Николаевич Гончар. Уважаемые коллеги, сегодня при обсуждении повестки дня прозвучало предложение о снятии данного вопроса из повестки дня. Я говорил о том, что наш комитет категорически против этого. О чем идет речь? 18 марта 2014 года на территории Республики Крым, города Севастополя, то есть Крымского федерального округа, прекратили действия целый ряд банков. И вы понимаете, о каких банках идет речь. Эти банки принимали на депозиты средства жителей Крыма. Они же выдавали кредиты. По понятным причинам эта ситуация после марта 2014 года претерпела серьезные изменения. На сегодняшний день у нас уже принято несколько законов. В частности, создан фонд защиты вкладчиков. Это автономная некоммерческая организация, созданная агентством по страхованию вкладов, которое успешно работает в Крымском федеральном округе. Сейчас происходит следующее. Обязательства, которые есть у украинских банков в отношении средств, которые у них брали в кредит жители Крымского федерального округа, активно продаются и покупаются. Эти обязательства, к сожалению, покупают в строгом соответствии с действующим законодательством российские резиденты. И дальше на территории Республики Крым появляются люди, и на территории города Севастополя, которые, демонстрируя документы юридических лиц Российской Федерации, начинают буквально вымогать вклады у тех жителей Крымского федерального округа, у которых в свое время были обязательства перед украинскими банками. И делают это предельно агрессивно и соответствующим образом, афишируя свою принадлежность к законодательству Российской Федерации и к тому, что они представители, и очень часто употребляют стерлин, московских банков. Эта ситуация переходит политический всяческий предел, и по этой причине уже длительное время готовится данный законопроект. Были предприняты невероятные усилия по поводу того, чтобы до конца года данный законопроект доголосования в Государственной Думе не дошел. Я работаю в Государственной Думе более 20 лет, ничего похожего в моей практике не было. Но обратите внимание, дисконт, по которому приобретаются эти обязательства, 50, 70, а то и 90%. Представляете норму прибыли у тех, кто приобрел эти обязательства, а под ними залоги, и дальше за 10% может получить эти деньги. Считает, что может. Поэтому мы решили, что данной практике она реально существует. Нужно немедленно положить конец. И вашему вниманию представлен законопроект, который предусматривает, что во взаимоотношениях между задолженными теми, кто должен, и теми, кто вымогает, употребляю именно этот термин, у них средства, должна встать российская организация, а именно Фонд защиты вкладчиков, и все взаимоотношения по выполнению реально существующих обязательств должны осуществляться именно через эту организацию. Тогда станет бессмысленным названивать по ночам людям, жителям Крымского федерального округа и требовать с них что-то, потому что, и мы, я надеюсь, доведем это публично, все взаимоотношения будут осуществляться через Фонд защиты вкладчиков. Теперь, что предусматривает данный законопроект? Размер задолженности физических лид по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и или территории города федерального значения Севастополя, будут определяться по состоянию на 18 марта. Никаких разговоров о пенниж, штрафах, о том, что будет арестовано имущество, о судебных обращениях в случае принятия данного законопроекта не пойдет. Второе. Платежи, направленные на погашение задолженности лиц по кредитным договорам, будут осуществляться исключительно в валюте Российской Федерации. При этом проект закона предусматривает разрешение требовать от заемщиков денежные средства в погашение их задолженности кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также созданы в соответствии с законодательствами Российской Федерации юридическим лицам, понятно, что я имею в виду коллекторов и тех, кто под них маскируется, которые обладают правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров. И самое главное, данные юридические лица должны будут соответствовать установленным данным законопроектам, обязательно требованиям, в том числе о раскрытии информации о лицах, под контролем которых, либо под значительным влиянием которых находится данное юридическое лицо, о деловой репутации их руководителей и многое-многое другое. Хочу подчеркнуть, что в соответствии с отсутствием международных договоров положения данного законопроекта не затрагивают права и обязанности нерезидентов Российской Федерации. Понятно, о ком я говорю. Практически это будет означать следующее. Только через фонд защиты вкладчиков, через российскую организацию, автономную и коммерческую организацию, все другие попытки востребовать долг будут пресекаться в соответствии с российским законодательством. Такого рода предложения сделаны. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо, Николай Николаевич. Вопросы есть, коллеги? Есть, включить режим записи на вопросы. Скажите список. Романов Валентин Степанович. Уважаемый Николай Николаевич, хотел услышать примерное число людей, которые в этом положении находятся, я имею в виду задолжников. И вторая часть, вы говорите, фонд, и как бы этим гарантировано. Кадры фонда многое определяют. Мы в закон как-то закладываем механизм антикоррупционный, чтобы не получилось, что и туда проникнут вот такого рода деятели и все последствия отсюда. Пожалуйста. Со второго вопроса закон, который мы с вами принимали, по-моему, по этому закону голосовали практически единогласно, в соответствии с которым создано это агентство, и все кадры, которые туда набираются, принимают туда в соответствии с российским законодательством. Могу ли я дать гарантию, что среди работников этого правоагентства, таких людей не будет. Нет, конечно. Но я могу дать гарантию, что пристальное внимание руководства страны и правоохранительных органов к тому, что происходит в Крыму, в определенном смысле позволит вовремя исправлять кадровые ошибки. Теперь по поводу численности. Точных данных нет. И именно по этой причине мы предлагаем осуществлять эти операции только и исключительно через это агентство. Всем придется регистрировать эти договоры. Так как эти договоры сейчас с нерезидентами, понятно о банках какой страны идет речь, у нас полной информации нет, а она нам очень нужна. И мы таким образом вынудим всех потенциальных получателей, тех, кто рассчитывает получить эти обязательства, что они будут регистрироваться, не зарегистрируются, никаких разговоров об их деятельности быть не может, она будет признана незаконной и предусмотрены определенные меры воздействия. Спасибо. Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемый Николай Николаевич, насколько я помню, в этом зале даже звучала цифра, только приватбанк 23 тысячи человек там пробросил, и мы, мне кажется, даже деньги выделяли на то, чтобы и брала Российская Федерация в первых законах, обязательно, что на погашение вот этих задорностей. Более того, там был вопрос, действительно, доказательства. Я просто в Крыму неоднократно бываю, я за ним ответственен. И получается, что пока решение по возмещению так и не найдено. Так? Я понимаю. Спасибо. Ответ. Нет, не так. То, о чем вы говорите, это федеральный закон от 8 июня 2015 года. Он называется «Обнесение изменений в федеральный закон о защите интересов физических лиц, имеющих банк и так далее, название субъектов». Так вот, речь идет в том законе и в том аспекте деятельности фонда, который касается тех обязательств, которые банки-нерезиденты, ушедшие из Крыма, имели перед жителями Крымского федерального округа. А данный законопроект касается тех граждан, у которых были обязательства перед банками, которые сегодня не являются резидентами. Это другая сторона вопроса. Теперь названа цифра, последняя публикация, 27 миллиардов, которые потрачены на возмещение вкладов бывших банков-нерезидентов. Да, но данный законопроект не проекта. Хотя тема бесспорно актуальна. Спасибо. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо. Уважаемый Николай Николаевич, чтобы не было никаких инсинуаций, фракция «Справедливая Россия» проголосует за этот законопроект в первом чтении исключительно под высочайшую репутацию авторов его внесших, вашу и коллеги Хора. Исключительно. Но обращаю внимание всех коллег, законопроект внесён был 16 числа позавчера, и он крайне сложный. И даже если работаешь с пояснительной запиской, он фактически легализует обязательства россиян перед банками враждебной нам страны, перед украинскими банками. То есть мы тем самым так или иначе в той или иной форме подтверждаем, что российские граждане, живущие в Крыму, банкам украинскому враждебной страны должны. А вот скажите, банки украинские должны российским гражданам, имея в виду, что там были вклады крымчан. Как этот вопрос обстоит? Поясните, пожалуйста. Я только что отвечал на вопрос Николая Васильевича и называл цифру, которую мы потратили для возмещения указанных вкладов, и называл номер закона, который мы с вами принимали. Но данный законопроект касается действительно тех обязательств, которые сегодня стали обязательствами граждан Российской Федерации, проживающих на территории Крымского федерального округа, перед российскими юридическими лицами. Я уже говорил, дисконт, не говорю о нравственной оценке действий этих юридических лиц, которые покупают с тоским дисконтом обязательства у банков-нерезидентов, а потом приходят в Крым, в том числе иногда в российском камуфляже, к сожалению, он недорого стоит, да, и дальше начинается вот это качание прав. Это теперь ты должен российскому банку. Так вот, для того, чтобы положить конец этой наглой и очень выгодной спекуляции, мы предлагаем немедленно принять данный законопроект. Но прошу иметь в виду, повторяю еще раз, те, кто таким образом сейчас зарабатывает сумасшедшие деньги, могу вспомнить цитату, которую Марк в «Капитале» приводил, что делает капитал при норме прибыли в 300%. Знаете, когда эти организации, российские юридические лица, зарегистрируются в фонде защиты вкладчиков, мы увидим много знакомых фамилий. Много знакомых фамилий. Во многих случаях будем предельно удивлены, потому что в данном случае придется сказать не только о собственнике, но и о бенефициаре. Информацию есть, но если сейчас назову фамилию, то мне дальше обвинят в клевете, потому что доказать это я не смогу. Либо этот человек откажется от этой деятельности, либо он в этом качестве зарегистрируется, и тогда мы будем говорить публично. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Есть ли желающие выступить? Есть Владимир Вольфович Жириновский, пожалуйста. Два выступающих, и следующий будет Борис Сергеевич Кашин. И Александр Георгиевич Тарнавский. Все нормально, Владимир Вольфович. Проходите, пожалуйста. У нас спорт получается. Кто первый? По положению надо, а не кто первый. Руководитель фракции всегда нужно уважать. Первый. Если один сижу, где остальные трое ваши руководители? Уже уважаемые. Какие заместители? Не надо. Слово, когда заместитель, это уже суррогат какой-то. Заместители. Суррогатная мать тоже мать, только она для кого рожает. Вот здесь сегодня прозвучал как раз вопрос от левой фракции, что снять вообще, в смысле предложение было, снять с повестки дня. Вы можете понять самочувствие крымчан? Они в Россию ждали возможность присоединиться. Присоединились. А теперь из России приезжают негодяи и требуют вернуть их, с них, с крымчан, деньги, которые они якобы должны, тем банкам, которые были при киевском режиме. И теперь они перекупили эти долги и от имени России. Представляете? Там эти банки коммерческие, как и наши, наши закрывают каждый день, несколько банков. Сегодня закрыли, там вчера. Так получилось, сперва подкрывали, сейчас закрывают. Но люди к нам вернулись в Россию. А теперь наши бандиты приезжают и из них, так сказать, выковыривают. Откуда у людей деньги, когда свет вырубают им на полмесяца? Не платили им очень долго. То есть Киев издевался над Крымом. Потому что там есть немножко здравомыслящие чиновники, которые понимают, что Крым никогда не будет украинским. Никогда. Это наш уральский товарищ не понял, так сказать, и подмахнул. Кравчук был готов там. И Крым заберите, Донбасс, только дайте власть для Киева и всё. Ну, Ельцин никуда не ездил, он географию не знал. Ну, лишь бы в Кремль войти. Вошли в Кремль и первым делом выпили бутылку виски. И обливали там всё вместе с этим Бургулисом. Поэтому здесь, конечно, надо поддержать обязательно. И я бы по-другому поставил вопрос. Надо вообще запретить деятельность этих коллекторских фирм. Я не вижу в них пользы. Недавно мужчина умер. Тысячу рублей долг. Они так выбивали активно, что он упал на пол, и черепно-мозговая травма. Умер человек. Тысячу рублей. Да я бы дал бы 10 тысяч этому бандиту, чтобы он только не тряс этого человека. Нам как-то гражданам объясните, если вас кто-то выбивает долги, вы направьте письмо, мы вам пришлём. Мы каждый месяц направляем помощь. Но не все знают об этом. Поэтому фракция ЛДПР готовит проект закона о резком сужении полномочий коллекторских фирм, если это не поможет, а запрете деятельности. Кто их вообще придумал? В советское время не было никаких коллекторских фирм. Ты должен банку, банк подаёт в суд, и ты через суд отвечаешь, так сказать. Да и люди должны соображать, что вы берёте в долг, если у вас нечем отдавать. Должна быть чёрная касса на каждом предприятии. Люди скидываются в зарплату. Человек что-то может купить. Но в отношении Крыма нужно защитить. Нужно просто запретить, может быть, дать команду правоохранительным органам. Все, кто появляются из России с полномочиями коллекторов, выдворять с территории Крыма, чтобы они знали. Списки их дать сюда, нашим правоохранительным органам. Проверить их здесь. Кто они такие вообще? Это в чистом виде люди, которые не занимаются, так сказать, сбором долгов, денег с должников. Это легализация, как это у нас раньше называлось-то? Рекет, вымогатели. Если они в частном порядке, рекетёры действовали, требовали денег с кого-то, то это легализация. Вот ты должен банку, нам отдай, мы этот долг твой взяли у банка. Я считаю, что надо запретить. Никакой передачи долговых обязательств кому-либо. Тем более каким-то частным коллекторским фирмам. Туда криминал идёт. С тем, чтобы вот под такой большой процент, 90% долгов, представляете, человек должен 10 миллионов. То есть он 9 миллионов себе возьмёт, получается. Человек испугается и отдаст. За 5 минут 9 миллионов в кармане. Бандитизм, разбой. Поэтому надо закон обязательно принять. Но надо жёстче, потому что не все жители Крыма будут знать, что они не обязаны ни одному представителю какого-то коллекторского агентства отдавать свои деньги. Люди мечтали вернуться в Россию, теперь их грабят. Они же не понимают, что это уголовный мир в основном грабят. Что это не Россия, их грабят. Полпред должен, видимо, здесь тоже как-то действовать. Там же теперь это крымский федеральный орган. Прокурор там хороший, все республики Крым. ФСБ надо там увеличить в несколько раз. И дать списки этих, тех, кто участвуют и приезжают, гражданам просят. Наверное, Верховный Совет Республики Крым может принять временный документ о запрете деятельности любых коллекторов на территории республики. До урегулирования всех финансовых вопросов. Их без света оставили на 2-3 недели. Представляете, сколько там людей пострадало без света? Лифты не работают, туалеты не работают, машины, врачи. Всё не работает. И такой стресс дали все республики. 2,5 миллиона. Теперь приезжают молодчики, и ещё, значит, теперь деньги верните какому-то украинскому банку. А за эти деньги украинский банк содержит батальоны, которые убивают русских в Донбассе. Видите, какой хороший бульон. И всё против русского народа. Вот так вот. Раздробили страну, разделили страну, и теперь стравили отдельные группы населения. И в Брюсселе улыбаются, в Лондоне улыбаются, в Вашингтоне и кое-кто в Москве. И простой народ платит за эти войны и революции все. Как и ИГИЛ тоже. Улыбается Эрдоган, и там Эрриад улыбается, в Катаре эти все шейхи, султаны, эмиры, эмиры. А простые арабы гибнут на фронтах, даже не понимая, за кого они воюют. Вот там участие народа, вот там и великая история. Гибнут простые люди, а богатые становятся богаче. Республика Крым вернулась в Россию, а богатеет русский криминал. Здесь всех пограбили, теперь давай потрясем девственницу. Республика Крым, там люди не поймут, лишь поверят. Поэтому я сторонник самого радикального решения вопроса. Это он вслед для наших граждан. Им и так жить тяжело, давайте от коллекторов освободим. В обычном судебном порядке. У банка полно юристов, пусть идут в банк и выбивают долги. А всех коллекторов, как посредников, убрать. Нас душат посредники. В торговых сетях, в долговых обязательствах, между больницами, в образовании. Везде мешает посредник. На Западе он нужен, он хороший, он помогает. У нас он мешает. Поэтому надо с коллекторскими агентствами закончить. Поэтому это поддержим, но попросим, чтобы наш проект закона об усечении функций коллекторских служб тоже быстрее принять. Защитите наши все граждане. Спасибо, Владимир Вольфович. Борис Сергеевич, подождите минутку. Коллеги, у нас по этому законопроекту еще два выступающих. Борис Сергеевич Кашин и Александр Георгиевич Тарнавский. И заключительное слово Николая Николаевича Гончара. Поэтому я объявляю перерыв до 16 часов. У нас он и так короткий. Все остальное после 16 часов.